Ну что же, я наконец-то рад вас приветствовать на первом занятии, как вы догадались, по базам данных. Вообще, что такое база данных, кто знает? Отлично, отличный ответ. Ну ладно, давайте отставим этот вопрос чуть попозже, еще об этом поговорим. Да, давайте сначала познакомимся, я немножко расскажу о себе. Как вы, наверное, догадались, меня зовут Павел Щербинин. Вот, я занимаюсь базами данных порядка 10 лет. В основном больше знаком с базами данных MySQL, поэтому наш курс будет склоняться в сторону MySQL. Но, в принципе, если вы там будете реализовывать свои домашние задания на другой базе данных, я думаю, у вас не возникнет сложности. Ну и в будущем, прослушав этот курс, у вас не должны возникнуть сложности с другими базами данных. Как я уже говорил, базами данных занимаю 10 лет. Сейчас, как ни странно, работаю в компании Mail.ru. Вот, работаю уже, ну, не очень большой срок, работаю около года. Занимаюсь проектом форума. Ну, весь, все общение пользователей на контактных проектах, будь то комментарии, форумные движки, всем этим, все как бы. Весь программный код здесь ждется у меня, и, как бы, по всем вопросам можно обращаться к ней, там, забанили вас, разбанили, как бы, мы все решим. Вот. Собственно, дома можно начинать, если ни у кого пока нет конкретных вопросов. Зачем вообще нужны базы данных? Как вы думаете, вообще кому-нибудь нужны где-нибудь, вообще при не меняются? Ну, да, наверное, ну, вообще много баз данных. Ну, действительно, баз данных не просто много, а очень много. Они нас окружают просто вот повсюду. Вот, я не знаю, возьмите вот ваш мобильный телефон, да, вот вроде устройства, ну, откуда здесь база данных? Ну, если вдуматься, база данных мобильного, ну, база данных ваших контактов, база данных ваших сообщений, база данных принятых звонков, база данных пропущенных звонков, и всего еще множество, и все приложения используют база данных того или иного типа. И без баз данных просто невозможно обойтись. Если вы собираетесь быть программистом, ну, на что я, в общем, надеюсь, вам просто необходимо знать базу данных. Поэтому, собственно, ваш курс, ну, наш курс для вас, мне кажется, необходим, и я думаю, будет очень интересным. Давайте посмотрим, что сейчас у нас есть интересного в базе данных и такие вот некоторые факты для привлечения внимания. Самая большая база данных, это вот по состоянию на несколько лет назад, более свежей информации мне удалось найти, была у Яху, она была размером более двух петабайт, то есть это не гигабайты, это не терабайты, это уже петабайты, то есть это огромная база данных, и это не просто какое-то вот хранилище данных, да, то есть не просто, а, ну ладно, мы туда чем-нибудь запишем, пускай она там лежит, чтобы не пропало. Это была действительная активная база данных, с которой постоянно происходили выборки, которые анализируют, и вот этим она интересна, то есть такой объем удается обрабатывать. Эта база данных, в частности, была реализована на СОБД Postgre. Ну, есть, наверное, несколько самых известных и самых распространенных баз данных, это Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite, может быть. Вот, это была на PostgreSQL. Почему лично мне нравится заниматься базами данных? То есть, конечно же, я, кроме всего прочего, программист, пишу на языке Perl, но почему вот я вот особенно люблю базы данных? Потому что в программировании у вас часто есть возможность найти какие-то готовые решения. Ну, у вас есть алгоритм, который уже наверняка кто-то решил, там, большинство самых сложных задач, которые вы решаете, они такие основаны на каких-то алгоритмах, их уже кто-то реализовал, кто-то их придумал, ускорил, и, собственно, ваша работа заключается в подключении какого-нибудь модуля. Вы подключили модуль, и на этом все. У вас уже все, скрипт заработал, или там прекрасно в Perl подключили модуль из цепана, у вас уже половина функционала готова. С базами данных так, к сожалению, не получится. У вас не получится подключить какой-то модуль, который начнет строить за вас запросы. Ну, нет, конечно же, он может строить там запросы, но эти запросы не будут самыми лучшими. И они будут, может быть, медленными, может быть, очень медленными. И в этом месте ваша база может терять производительность. Так как наш курс ориентирован, в первую очередь, на высокие нагрузки, он так вот параллельно идет с курсом вашим по хайлоуду, так и этот курс также имеет в своей основе. Там порядка двух или трех лекций у нас посвящено будет именно высоким нагрузкам. И для нас очень важно, чтобы наши запросы работали достаточно быстро. Поэтому, собственно, этим интересна база данных, потому что, чтобы добиться того, чтобы они работали быстро, в этом нужно непосредственно проникнуться, понять всю сложность, всю логику. Ну и самое интересное, да, не просто, наверное, написать какую-то программу. Вот вы написали программу, ну все, там, запустили в паблик и счастливы. Ну, там, пользователь на каждую страницу ждет 10 минут. Ну, ладно, ну, зато программа готова, я сделал то, что хотел, все отлично. Наверное, иногда очень приятно, когда вы запускаете вашу программу, и вот видите, что да, 10 минут, как-то не так. Потом вы посидели несколько часов, там, сделали, она уже за минуту запускается. Вот, это я уже молодец, да. А потом, настроили базу данных, она отрабатывает за секунду. И тут у вас такое внутреннее самоудовлетворение, такое, да, я это сделал. Ну, главное, получать удовольствие от любого процесса, которым вы занимаетесь. Давайте получать удовольствие от этого курса. Ну и давайте поговорим немножко дальше. О том, что нас всех интересует, о уровне зарплаты, правильно. Ну, представьте, вы приходите на работу и говорите, я хочу быть у вас разработчиком. Говорят, вы знаете базу данных? Говорят, нет, не знаю, но вот я готов. Я вот отучился в Бамонке, у меня не было курса по базам данных. Вот, я там дома программировал на бейсике, хочу быть у вас ведущим программистом. Говорят, хорошо, но мы вас не возьмем. Вот, ну, на самом деле, ну вот вы наверняка уже были в каких-нибудь компаниях на собеседниках сегодня? Был? Были вопросы по базам данных? Были. Конечно, были. Ну, то есть, ответили – молодец, не ответили – не молодец. Вот. То есть, без этих вопросов, ну, ни одно техническое программистское собеседование никогда не обходится. То есть, если у вас есть интересные вопросы с таких собеседованиями, можете прислать их мне, мы их обязательно рассмотрим в ходе курса. У вас будет интересная практика, вы, может быть, найдете решения, которых не смогли найти в ходе вашего собственного ответа на собеседование. Ну, и, собственно, если вы посмотрите на тот же HeadHunter, вы увидите множество собеседований, в которых главная строка – знание баз данных. Ну, там, конечно, часто указывается Postgre конкретно, MySQL. Ну, я не думаю, что тот, кто хорошо владеет MySQL, там, скажет, все, я в Postgres мне вообще никак, ничего не могу сделать. Такого никогда не будет. Ну, есть, конечно, некоторые тонкости, но с этим, я думаю, легко разобраться. Зачем вообще этот курс? Для кого он построен? Ну, в первую очередь, и вообще, какие мы будем изучать часть. Мы сейчас коротко пройдемся, потом я в каждой немножко более подробно расскажу. Ну, и, собственно, перейдем сегодня уже непосредственно к нашим занятиям. Ну, во-первых, сначала мы, конечно, поговорим про то, как проектировать базу данных. Вот сегодняшняя лекция будет этому посвящена, и ваше первое домашнее задание и первый семинар этим будут посвящены. О том, как все проектировать. Ну, то есть, нельзя вот так вот взять и сказать, ну, сейчас мы все сделаем, сейчас мы базу данных прям сходу наклепаем, и сразу начинать писать запросы. То есть, непонятно, откуда, к чему обращаться, какие у вас есть сущности, и вообще, из чего это все состоит. Можно, конечно, ну, по принципу так, по ходу разберемся. Создали одну сущность, накидали чего-то, создали другую. Потом пришел менеджер, сказал, слушай, а я вот на самом деле думал-то по-другому. Вот, вот то, что ТЗ, вот эту точку зрения свою, которую я тебе прислал, она как бы уже и у меня изменилась, она у меня свойственна, и меняться. Вот, ну и все. Спасибо. Собственно, в этот момент вы понимаете, что у вас все уже не так, вам нужно все переделывать, и у вас, собственно, ошибки проектирования в самом начале. То есть, о проекте мы сегодня очень внимательно еще поговорим. Поэтому давайте сразу перейдем к следующей части. Это язык запросов SQL. Ну, это такой самый основной язык. Все базы данных, кроме NoSQL, базы данных пользуются SQL-запросами. Часто его называют SQL еще, может быть, если вы слышали. У меня был один знакомый программист, его никто не понимал. Он говорил, MySQL. О чем? О каком SQL это? Предыдущая версия, что ли? Я на MySQL там сделался. Никто его вообще не понимал. Ну, вот, да, если вы услышите такое, SQL это еще и SQL иногда. Ну, структурированный язык запросов, структурует query language. Это язык, который, ну, представим, что ваши все-таки смогли правильно спроектировать базу данных. У вас такой появился каркас, такой скелет в шкафу. Но этот скелет, он такой совершенно пустой, такой голый скелет, вы даже на него еще пиджак не повесили. И теперь у вас есть возможность этот скелет наполнить жизнью. Ну, все это вы сможете сделать с помощью языка запросов. Добавлять с него данные, забирать из него данные, изменять их, ну и так далее. Далее поговорим о оптимизации запросов. То есть у вас скелет вроде уже живой, уже с мясом, уже вроде человек, но ходит как-то медленно. Вроде хочется, ну, такие франкенштейны будем с вами. Вот. Но мы его попытаемся ускорить, заставить работать более быстро. Поговорим о high load, о высоких нагрузках, о big data, то есть о больших данных. То есть вот я говорил, вот база Yahoo, 2 петабайта. Ну, представляете, вот там. Ну, давайте мы там посмотрим, что делал Вася Пупкин 28 февраля. Она собирала вот эту базу информацию о действиях пользователей. Да, давайте, у нас 2 петабайта, сейчас мы все просмотрим так вот. Первый килобайт посмотрели, второй нет, про Вася Пупкина тут нет. На третьем тоже нет. Вот. Спустя 58 лет вы нашли первую запись о Васе Пупкине. Он уже к тому времени скончался, и вам уже о нем ничего не интересно. Вот. Поэтому посмотрим, как работать с такими, с высокими реально нагрузками, когда вам нужно посмотреть не только о Васе Пупкине, а еще о миллионе человек в ближайшую секунду. Ну, естественно, невозможно обойтись без того, чтобы правильно сконфигурировать сервер. Поставка по умолчанию, она, конечно, не ориентирована под ваши нагрузки, в том же MySQL конфиг по умолчанию ориентирован на домашнюю базу в 100 мегабайт максимум. Если вы запуститесь в продакшен на таком конфиге, ну, собственно, быстро ваш сервер умрет. А если еще каком-нибудь, запуститесь на каком-нибудь облаке, это облако у вас попытается съесть всю память, отобрать все процессорное время и разорить вас. Вот. Ну и в конце, конечно, поговорим о NoSQL. Это довольно интересная технология, которая уходит от понятия реализационных баз данных, то есть она вообще к нему не имеет отношения. Но в современном мире все больше набирает обороты и все больше погружается в нашу работу, в нашу жизнь. Ну вот немножко более подробно о каждом разделе. Во-первых, это проектирование. Мы будем учиться строить вот такие вот паутины, такие вот запутанные схемы. На первый взгляд, многим они могут показаться довольно сложными, но на самом деле это не так. Здесь все довольно просто. И если вы научитесь такое строить, в принципе, у вас не должно быть особых проблем. И не только главное это уметь строить, но еще главное уметь это читать и понимать, что здесь написано. Вот. Есть несколько правил по тому, как эти схемы, чтобы они были правильными. Есть такое понятие, как нормализация. С ним вам придется, скорее всего, познакомиться самостоятельно и его мы обсудим на следующем семинаре. Ну и такое понятие, как DDL, это язык модификации данных. Следующая часть вот непосредственно SQL. SQL обладает главным вот его интересной особенностью. Это крат или крут. Это create, read, update и delete. То есть вы запись, ну, то есть вы что-то можете создать, что-то можете прочитать, изменить или удалить. Собственно, у вас вот такие вот четыре основных действия, которым вы должны быть обязательно обеспечены. Ну вот интересный пример могу привести для Круда. Представьте записную книжку. Ну, обычную такая, дом наверняка у всех есть, да? Вот с телефонами. Вот. И вы хотите найти какую-то запись. Давайте начнем, да, с рида сперва. Что делать? У вас есть вот телефонная книга. Что нужно делать? Да, открыть, да. Найти, открыть там. Вот. Открываете эту книжку. Хорошо. Какая у нее главная особенность? Да, у нее есть вот список первых букв, которые позволяют вам более быстро обращаться к необходимым вам данным. Ну, допустим, вы хотите позвонить дяде Сереже из Воронежа. И тут вот одна интересная особенность. Вы должны знать, как построен индекс. И куда же вы записали дяде Сережу? Вы его записали в Воронеж. Вы его записали в родственники, в дяде, в Сереже. Или, может быть, по фамилии вы написали. И тут надо помнить все-таки, как его. То есть у вас должна быть определенная логика, когда вы записываете людей там. Университет, да, у меня там все одногруппники. Или они у вас разбросаны по всей системе, по фамилии. А вот как его звали? Вот тот, который сидел справа от меня. Серега, фамилию не помню. Вот. Так бывает. И, значит, вы находите человека в списке, то есть по первой букве, по своему индексу, открываете нужную страницу и потом начинаете полный просмотр. Ага, вот оно, в 28-м списке. А что было бы, если бы у вас не было вот этого индекса? Да, все записи. У вас несколько тысяч записей в этой книжке. И вот вы подряд все их просматриваете. И в итоге наверняка кого-нибудь его пропустили, просмотрели второй раз, снизу, сверху три раза. И нет. Еще одна особенность этой книжки, то что данные, которые вознесли на страницу, они уже не упорядочены. То есть по странице еще раз какой-то индекс построить вы уже не можете. Ну и следующая операция. Вам нужно записать дядю Васю из Петербурга. Что делать? Нужно понять, какой левый имя. Да. Нет, нужно опять вот найти книжку сперва. Нужно найти книжку, открыть ее на оглавлении, найти его ключ. Дальше что? Нашли нужную страницу. Свободное место. Свободное место. Да, записываем свободное место и у нас все хорошо. Свободного места не хватило. Значит, вклеиваем новый лист. Смотри страницу 328 в конце. О, в конец нам. Прилеснули, посмотрели. Вот оно. Вот свободное место. Записали его. Наконец-то. Слава богу. И тут вы, в общем, с дядей Васей из Воронежа поссорились. И больше никогда в жизни не хотите ему звонить. Что делать? Всех. Да. Как удалять? Что делаем? Какая последовательность? Находим книжку. Правильно. Находим книжку, находим индекс, находим дядю Васю, его зачеркиваем, зачеркиваем. Вот. И помирились. Ну, нужно, да, опять узнать у него телефон, опять его туда записать. Ну и, соответственно, а с изменением что делать? Ну, дядя Вася из Воронежа. Переехал-таки к дяде Феде в Петербург. Что же с ними делать? И номер у него очень сильно поменялся. Ну, ссылку, значит, смотри в Петербурге, да? А мы его уже затерли. Ладно, его там, нет, не затерли, так нехорошо. Ну, ладно. Мы его по дяде Васе все-таки, у нас индекс по фамилии, там мы знаем, на какой он странице находится. Мы нашли опять книжку, открыли ее, нашли индекс, нашли дядю Васю. Ну, что делать с исправлением? Да, точно так же, как с удалением, зачеркиваем, вот так обильно, чтобы в следующий раз не перепутать, и в другом месте пишем. Ну вот, собственно, мы с вами на таком простом примере реализовали Create, Replace, Create, Read, Update, Delete. Вот, поговорим в ходе следующих нескольких лекций после этого о том, что такое транзакции, как нам организовать целостность. Давайте вернемся к этой книжке, она мне нравится. Вы решили в эту книжку писать, и вот мама ваша решила, ну-ка, я сейчас тоже напишу, и вот вы с ней начинаете рвать эту книжку, подожди, дядя Вася изменил номер, да нет, у него старый, и вот вы пишете, или вы уже пишете его новый номер, а мама еще звонит по-старому и говорит, здравствуйте, дядя Вася, можно? Он говорит, нет, он здесь уже не живет. Она вам, дядя Вася, ты переехал? Он говорит, ну да, вот его номер, как, я же только что звонил. Вот, ну вот это как раз транзакции нам помогут решить такие проблемы. Хранимые процедуры, то есть заранее, такие процедуры, которые вы заранее подготовили, которые выполняют определенные действия. То есть, ну это, сложно придумать какой-то хороший пример с книжкой, но это, ну допустим, у вас, да, есть младший брат, вот, он такая хранимая процедура, и вы ему говорите, слушай, найди телефон Феди, и он хоп сам там ищет индекс, находит Феди, говорит вам телефон, такая вот простая функция. Вот, ну и триггеры. Триггеры это такие события, которые происходят в момент какого-то другого события. С книжкой совсем тяжело, у меня есть другая хорошая идея, это вот такой умный дом, когда вы входите в дом, вошли, в ладоши хлопнули, оп, у вас загорелся свет. Вот это такие вот триггеры, которые, вот события, которые срабатывают на ваше событие. Там вы два раза топнули, и уже в ванной вода горячая пошла, уже в ванной почти готова. Ну вот, оптимизация. С оптимизацией у нас есть несколько готовых решений, которые предлагает нам база данных, чтобы оптимизировать это все правильно. Если вы научитесь ими пользоваться, то, думаю, с оптимизацией у вас особых проблем не будет. Первое решение это explain, который покажет вам подробности о том, как будет выполняться ваш запрос, ну и вы там сможете подумать. База данных, она довольно умная, она пытается сама за вас все оптимизировать. То есть вы написали запрос, она думает, так, я могу сделать вот так, я могу сделать умнее, и я вообще все быстро найду. Но иногда она может ошибаться, потому что, ну иногда просто у нее так алгоритм заложен, иногда она может принять не совсем верное решение, потому что она ограничена по времени, она не может там, сейчас я все варианты проверю, как я могла бы поступить, это займет очень большое время. И она принимает какое-то такое поверхностное иногда решение, и вы можете с ним не согласиться, потому что оно оказалось в итоге очень медленным. И можете ей подсказать. Но о том, как ей подсказывать, мы тоже поговорим. Ну и есть slow-lock, я думаю, несложно догадаться, что он делает. Что он делает? Да, это лог медленных запросов, туда записываются все запросы, которые отработали больше определенного времени. К сожалению, в моей школе есть ограничения на то, что этот лог, ну данные в этот лог записываются нечаянно. Ну, то есть запрос, параметр, который отвечает за длину запроса, он бьется только по секундам. То есть самое минимальное время, которое, запрос, который вы можете отследить, то есть это те, которые больше одной секунды. Это не очень удобно. Ну, то есть, допустим, вот форумы отвечают, то есть у меня сейчас свой slow-lock реализован, ну, он реализован в приложении, то есть я смотрю, за сколько мне ответила база данных, и сейчас форум отвечает за 0,2 секунды. 0,2. Вот, то есть, конечно, 1 секунду я бы никогда ничего не увидел. В 0,2 иногда появляются какие-то запросы, если по каким-то причинам база данных начала тормозить. Но почему она может тормозить в определенный момент, мы тоже об этом поговорим. Научимся строить индексы как раз, вот поймем, как нам правильно их выбирать, и как нам их строить, вот как раз где хранить дядю Васю, в Воронеже или все-таки в родственниках, или еще где-то, и как, может быть, для телефонной книги стоило использовать другой индекс, не по фамилии, не по первой букке, у нас еще какой-то есть вариант. Вот, это все, в принципе, индексы, мы посмотрим, какие они бывают, зачем они такие, и что с ним вообще можно делать. Ну и вот на предыдущем слайде, на предпредыдущем слайде мы говорили о нормализации, о том, как сделать структуру базы данных правильной, нормальной, чтобы все было хорошо, и потом, вот, спустя некоторое время будем говорить о том, как сделать, не так, как мы делали в предыдущий момент, как сделать денормализацию. Но это очень интересный момент, который, опять же, помогает вам повышать производительность. То есть некоторые вещи, данные, некоторые данные, мы сегодня поговорим, что данные нехорошо дублировать, данные должны быть только один раз в одном месте, но иногда, если вы часто обращаетесь к одним и тем же данным, их лучше где-нибудь закэшировать, сохранить, и уже обращаться только к ним, и тогда у вас будет немножечко все быстрее. Ну и вот такая вот интересная цитата, да. Надеюсь, что после этого курса ваша база данных не будет с вами разговаривать, ну или хотя бы не будет вам задавать вот такие вот вещи. Поговорим об администрировании, конечно же. Без этого невозможно, во-первых, это конфигурирование, во-вторых, это вот такие, безопасность таких сложных моментов. Всем видно, да? Отлично, вот. Собственно, о том, как сконфигурировать базу данных, как повысить ее производительность с помощью конфига, как реализовать репликацию, что такое репликация, кто знает? Ну, да, по отношению к базе данных, да, наверное, так. Когда какая-то информация, она повторно копируется где-то еще. О резервном копировании. Ну, это, да, наверное, правда. У многих самая страшная фраза была, когда у нас там последний бэкап-то. Вот. И самое обидное, когда возникает проблема, что, знаете, а вот, ну, как бы, бакула не отработала, а там вот у нас бэкап есть только трехмесячной давности, а вы завалили всю базу. К несчастью, в моей бывшей практике, до Mail.ru, слава богу, да, был такой странный опыт, когда, причем, ну, была не вина программистов, а вышли жесткие диски из строя, там какой-то был серьезный системный сбой, и полностью вышла база данных в новогодние праздники. Вот как раз вот с первого по седьмой там все отдыхают, в этот момент база данных рушится, и никто вообще к ней обратиться не может, никак восстановить, ничего. Полная паника. Я тогда работал в государственной организации, там информация по нескольким регионам, государственной важности, там закрытый, секретный, все, и это все уже, там все готовились к смертной казни. Вот. Звонят администратору, он говорит, да, сейчас мы из бэкапа поднимем, смотрит в бэкап, а там бэкап, там база данных была порядка 20 гигов, он говорит, знаете, у меня бэкап тут 2 метра. Вот, ну, он почему-то отваливался. Мы, конечно, нашли причину, почему бэкап отваливался, но было-то уже поздно. Но нам повезло, буквально перед Новым годом, там за день, один из программистов попросил дамп себе свежий на локальную машину, чтобы там загрузиться, посмотреть какие-то более свежие данные. Вот этот дамп удалось закатить, мы потеряли данные там всего за одни сутки, но ничего страшного. Вот. Ну, поговорим о том, кого можно пускать в базу, кого нельзя, почему и как людям позволить делать только определенные вещи. На самом деле, вот, у базы данных несколько больше пользователей, групп пользователей, чем может показаться. Ну, как вы думаете, какие вот такие более общие группы пользователей есть? Да, да, да. Вот есть пользователь, да? Есть администратор. И есть еще программист. Вот. И часто можно некоторые немножко… Ну, как, я программист, я администратор. Ну, как, ну, вот я один человек, два в одном просто. На самом деле, иногда бывает не так. Иногда получается так, что вы хотите дать доступ к базе данных другим людям, но эти люди не должны иметь всю информацию. Они должны знать только о определенных вещах. То есть, ну, допустим, вы можете предоставить людям информацию за предыдущие пять лет, а вот то, что творится в этом году, вы им не хотите показывать. Вы можете специальным образом просто не делать им резервную копию, давать им отдельную базу, там, все это копировать. Можете дать им доступ в ту же базу данных, но просто ограничить права. И все, база данных сама решит, что вот этому пользователю туда никаким способом нельзя получить доступ. Ну, и вот поговорим об искойлене инъекциях. Да, иногда люди называют так детей. Ну, еще была известная картинка, когда едет машина, у нее на бампере написано тоже искойлене инъекция. Вот. Ну, чтобы злоумышленник не влез в вашу базу данных, попробуем тоже научиться ставить от того защиту. Но на самом деле, к сожалению, почему-то, да, многие знают о правилах искойлене инъекции, о том, как надо защищаться, все-все знают. Я вам буду много рассказывать. Все равно, вот, практически во всех проектах, там, начиная от Яндекса, Мейл.ру, Гугла, у всех есть искойлене инъекции и ЦС, ну, и другие, в общем, ошибки, на которых, ну, вот, относительно баз данных нас интересует только искойлене инъекции, и у всех они практически есть. Многие об этом еще даже не знают. Вот. Ну, нет, некоторые люди знают, но они не работают в этих компаниях и приятно этим пользуются. Ну, вот, буквально, там, был случай, там, по-моему, у Близзарда увели несколько аккаунтов, но я точно не уверен, может быть, низкойлене инъекции у них использовались, может, проникновение во внутреннюю сеть у них было. Ну, а следует об этом вам, может быть, в следующем году расскажет Ярослав Рабовалюк, который считает курс по безопасности данных. Новый SQL. Вот. На самом деле, мне не нравится то, как расшифровывается Новый SQL. Это такой без SQL, нет SQL. Был у меня однажды спор с одним из ведущих разработчиков нашей компании. Ну, он там не ведущий, он там технический лидер, вот. И мы с ним очень долго спорили. Я утверждал, что практически не существует приложений, которые полностью отказались от SQL. Он утверждал, что такие есть, что он представитель такого приложения. Но в итоге все равно мы нашли у него в приложении базу данных, которые использовала SQL. То есть полностью отказаться, ну, по крайней мере, на мой взгляд, очень тяжело. Ну, если у вас система, конечно, не очень большая, и там в ней она не имеет каких-то сложных сущностей, может быть, вы можете использовать только это. Но в целом, думаю, отказаться совершенно от SQL будет очень тяжело. Обратим внимание на концепцию MapReduce, то есть это основа всех на SQL решений. Также поговорим о нашей внутренней разноработке, которая производится компанией Mail.ru, это Tarantul. Еще мне очень нравится стата Мартина Фаулера, приведенная здесь, в которой он говорит, что все существующие реляционные базы данных, я уже говорил, что вот эти все базы данных, они довольно похожи. И главная особенность, то что всем нравится иметь возможность, то есть сегодня мой SQL, ну нет, все-таки надоел, он плохой, и вы можете в любой момент взять там и запустить Postgres на это же данных, и все у вас будет хорошо. Вот эта вот возможность в любой момент поменять одну реляционную базу на другую, она всех греет, и поэтому все люди так очень держатся за реляционные базы данных. Ну, на самом деле, наверное, есть в этом какая-то правда, но поверьте моему опыту, перескочить с одной базы на другую, это не самая простая задача. А, забыл еще одно очень важное, это MS SQL. Да, вот. У меня был опыт перевода системы с MS SQL на MySQL. Это не было замены сервера одного на другой, поверьте мне. На это ушло несколько месяцев. Ну, я не знаю, может быть, это ошибки предыдущих программистов, либо с сила тех программистов, которые это переводили на MySQL, у нас там получилось, мы смогли повысить производительность там несколько раз. Там были очень сложные отчеты, тоже на очень больших данных. Мы очень интересно решили задачи. Вот. Обязательно будет контроль знаний. Конечно, мне очень интересно, насколько внимательно вы будете меня слушать, и насколько четко я доношу до вас информацию. Вы можете, конечно, какую-то обратную связь сдавать мне, писать мне. Там на портале есть мой обратный адрес. Ну и задания простые, в принципе. Будет групповая разработка. На группу вы уже разбились, задания буду выдавать потихоньку. В принципе, они во многом будут похожи на задания прошлого года, поэтому если вам не терпится все сделать сегодня и не ждать окончания семестр, потому что вы уже так владеете базами данных в достаточном мере и хотите сразу это все доказать, вы можете, конечно, это сделать, но не рекомендую. На самом деле, интереснее будет делать последовательно. И так вот, курс проектирован, что мы просто будем давать новые знания, вы будете их впитывать и сразу их реализовывать. То есть все, чем я вас буду учить, все вам удастся вот потрогать собственными руками. В финале мы вашу систему попытаемся основательно нагрузить. Посмотрим, насколько вы ее подготовили к высоким нагрузкам. Пустим на нее множество запросов и посмотрим, как она выдержит такие операции. Может быть, она у вас там сразу умрет или перезагрузится в итоге. Будет хорошо, если вы в определенное время уложитесь. Ну, там, конечно, запрос должен как раз. Наверное, в 0.2 точно укладывается любой запрос, при этом при высоких нагрузках. То есть не просто в 0.2, там запрос раз в час, там, да ладно, быстро отработан. То есть таких запросов будут сотни в секунду, и они все должны отвечать за определенное время. Ну и, конечно, будет экзамен. Частично оценка будет состоять из того, как вы защитите свою работу. Ну и остальное вы сможете добрать ответами на билеты. Вот большой список книг, то, что я рекомендую крайне почитать. Но, в принципе, можно это не читать, если ходить на все лекции. Да, то есть у вас есть выбор. Либо ходить на все лекции, либо вот почитать 8 вот этих вот источников. Вы что выбираете? Ну ладно, мы посмотрим в итоге, да, что вы выбрали. Ну, если у вас так получилось, что совсем на все у вас не получается, но вы очень старались, тогда можно, то есть вы уже практически все знаете, но есть какие-то пробелы, тогда можно почитать только вот эти вот две, которые я особенно… А видно вот, куда я показываю, да? Отлично. Вот. Особенно вот эти вот две книги. Ну, это, конечно же, дейт. Это просто основы баз данных, то есть очень глубокая радиационная алгебра. мы ее немножко пройдем стороной, потому что, не знаю, она немножко сложновато для понимания, и при этом такого реального, прям вот очень большого профита, наверное, не дает. Поэтому будем в практике все познавать, и больше на примерах непосредственно приближенных к жизни, которые… И большинство из примеров, которые мы будем рассматривать, вы просто их можете в будущей работе использовать напрямую. Ну и вторая книжка, вот эта, я считаю, даже если вы прослушаете полностью курс, если вы прочитаете эту книжку, это вам не точно не помешает, потому что книжка на данный момент, наверное, лучше, что написано по оптимизации MySQL, вообще оптимизации запросов, и базда, и конфигурирование, и вообще во всем лучшая вещь, что есть сейчас в наше время, вот крайне рекомендую читать, довольно большая, да, толстая такая, там, по-моему, страница 800, но я думаю, если вы серьезно хотите заниматься программированием, она вам точно не помешает. Итак, вот давайте все-таки вернемся к вопросу, что же такое база данных. И вообще, давайте начнем с такого вопроса, что такое данные. Ну давайте, чем активнее вы будете включаться, чем у нас будет больше диалог, тем и вам, и мне будет интереснее. А что такое информация? Ну а чем вот они отличаются? Что такое данные информации? В чем разница? Не совсем. Ну информация тоже структурированная. Ну вот я вам сейчас рассказываю, в принципе, довольно структурированная. Или нет? Вот. Нашел структурированную информацию. Данные и схема, ну то есть схема структурированная. Ну, схема, как это так сказать, ну, как мы именно список данных, с собой уговорили? Нет, не совсем. Информация – это набор сообщения, наверное. А данные, то есть связи, сообщения? Нет, тоже немножко не так. Главная особенность, как? Вот, да. Главная особенность отличия данных от информации, то, что данные, они где-то зафиксированы. Вот то, что сейчас на слайде, это данные. А то, что я вам говорю, это информация. Ну, конечно, можно сказать, что эта информация там сохранена в космосе, в пространстве, и где-то она еще есть, или сохранена у вас там на подкорке головного мозга в тот момент, когда ее произнес. Но на самом деле вот в этом основное различие. То есть информация – это то, что вы получаете, но оно никак не представлено ни в каком виде. То есть вот информация. На улице холодно. Это информация. А вот градусник показывает минус 10 – это уже данные. Ну, и вот, собственно, база данных – это как раз вот и есть структурированная информация. Ну, то есть, я думаю, большая разница, да, между кучей кирпича, которые вот ваши данные, там, какие-то информации, там, вы знаете, что вот там на градуснике минус 10, на градуснике вот в соседней комнате минус 5, а если вы все это сведете в единую систему, вот это уже будет ваша база данных. Данные будут структурированы, вы знаете, что вот температура от этого угла до того угла корпуса меняется там на 2 градуса или посередине там выше температура, потому что там снимают видео и нагревается зал. Для того, чтобы понимать, что это корреляционный баз данных, для того, чтобы более-менее ими владеть и нам с вами общаться на одном языке, мы немножко ведем вот таких вот ряд своеобразных понятий и попробуем с ними разобраться и в будущем, надеюсь, вот вы постараетесь их запомнить, чтобы, когда я буду говорить кортеж, вы судорожно не тряслись и думать, что же такое кортеж или там спрашивали у соседа. Поэтому давайте сейчас коротко поговорим вообще, какие у нас бывают такие вот общие понятия. Вообще, как перевести слово relation? Отношение. Да, что такое отношение? Ну вот, для реляционных баз данных, да, это не совсем связь, это именно таблица, то есть данные, которые отнесены между собой. То есть вот в принципе под отношением мы можем понимать таблицу, то есть вот этот вот набор данных в сочетании с атрибутом. Ну, соответственно, что такое атрибут? Это понятие о конкретной части данных. То есть атрибут, вот допустим, на этом примере там табельный номер, то есть или вот атрибут человека, это его имя и второй атрибут, там это фамилия, еще один атрибут, это возраст, то есть какая-то атомарная единица данных о нем. То есть это вот один атрибут. То есть все объекты обрадают одним и тем же набором атрибутов, то есть все люди обладают именем. У кого-то оно такое, у кого-то другое, но в принципе оно у всех есть. Имя имеет какой-то тип, то есть у нас есть какие-то определенные типы данных. Какие вы типы данных знаете? Строка, число. Строка, число. Да, хорошо. Время. Ну и числа разделяются на целые и вещественные. Да. А как вы думаете, чем отличается тип данных от домена? Вот хотя бы благодаря этой схемке. Домен какого-то типа. Да, домены обладают, ну он как бы часть типа данных, но это же не тип данных. В чем его отличие от типа данных? Типа данных фиксирован. Ну и домен фиксирован. Домен, скажем так, наследуется от типа данных. Более сложно. У него больше ограничений. То есть на тип данных наложены еще дополнительные ограничения. То есть допустим, ну вот номер. Это не просто число, а вот допустим обязательно число из четырех символов и от единицы, от 0,0,1 до 9,999. То есть целое число это там любое число от нуля или вообще от минус бесконечности до плюс бесконечности, но целое. То есть у него огромный диапазон. А вот домен это когда на этот диапазон наложены какие-то ограничения. Это становится доменом. Ну и собственно любой атрибут обладает этим ограничением. То есть он является частью домена. Ну и кортеж это такая вот одна строка, которая, то есть один объект из отношения. То есть это всего одна строка, которая представлена всеми атрибутами. Вот. Ну и если я буду упоминать там, мы возьмем, ну, атрибуты этого кортежа такой-то, я думаю, вам уже будет теперь более понятно. То есть кортеж, ну, для более простого понимания, кортеж это конкретная строка, то есть набор атрибутов. Вот. Атрибут это какое-то свойство объекта. домен это ограничение атрибута по каким-то параметрам. Ну и родителем домена по сути является тип данных. А, ключ, конечно. Чуть не забыл про ключ. Зачем нам нужен ключ? Да, чтобы нам отличать один объект от другого. То есть если мы сейчас запишем здесь Васи Ивановых множество, и мы не поймем, какое-то. То есть Васи Ивановых и его там допустим дату рождения. И приходит к вам Васи Ивановых и говорит выдайте мне паспорт. Вы смотрите, да, есть такой Васи Ивановых 56 лет. К вам молодой человек приходит. Вам же уже 56 лет, вот ваш паспорт. А это на самом деле не тот Васи Ивановых, а тому было еще всего 13, паспортному еще не полагался. Вот. То есть для этого нам нужен какой-то ключ, чтобы отличать одного от другого. Ключ, конечно, может быть составной. То есть ключ может состоять из имени, фамилию. Но достаточно ли этого? Это может быть достаточно в разных событиях. Давайте посмотрим, достаточно ли идентифицировать человека по имени, фамилии, хотя бы в группе вашей. У вас есть однофамильцы, полные тезки? Вроде нет. Наверное, достаточно. Ну вот да, очень тяжело такого найти. Какой именно там? Вот он пришел, там говорит, знаете, у меня стипендию не выплатили. Вы кто? Какой из? Вроде всем выплатили. У нас на работе был случай тоже Сергей Морозов такой. Привет, Сергей. Он рассказывал, что ему зарплату однажды выплатили там буквально в двойном размере. И он пришел довольный, вроде все хорошо. Но все-таки решил обратиться в бухгалтерию, потому что ну мало ли. Ему сказали, да, случайность, мы просто тебе заплатили за другого Сергея Морозова. Ну нет, не заправят, просто следующую зарплату мы не выплатили. Вот. Да, такое случается. Ну, хорошо, значит, для группы, наверное, нам было бы вполне достаточно, ну хотя, сложно, наверное, приплатить, но пускай будет достаточно групп, ну, ключа, имя, фамилия. Вот мы вышли, да, на университет. Что же делать? Какой еще использовать атрибут? Вот номер паспорта, да, наверное, вот это более интересная вещь. А что делать? Человек поменял паспорт? Ну, мы можем по возрасту поменять, менять, то есть, определенный. Ну, потерял. Никогда не теряйте паспорт. Я терял паспорт, это, это, такая морока. Потерял паспорт, что делать? Ну, да, наверное, достаточно там будет, пока по паспорту, там у вас есть в паспорте, там еще ставят штампик, предыдущие паспорты, ну, и потом данные, в базе данных, изменить, что у них теперь новый паспорт. Да, наверное, по паспорту для университета вполне достаточно, да и, в принципе, для всей России. Но, если у вас нет такой информации, допустим, вы в школе, не у всех есть паспорт, с дистанцией рождения, не знаю, есть там уникальный идентификатор, вы можете сами создать какой-то уникальный идентификатор, вот, пожалуйста, табельный номер. Ну, к студенту, конечно, тяжело табельный номер прикрепить, но, все-таки, когда вы будете ему выдавать зарплату, вы уже поймете, что если вы табельному номеру 28 зарплату выдали, и вы даете ему зарплату еще раз, наверное, вы какую-то ошибку совершаете, если вы ему, опять, ну, это он молодец, вот, ну, надеюсь, здесь все понятно. Ключ, собственно, это уникальный идентификатор записи, то есть, то, почему одну запись можно однозначно отличить от другой, то есть, ключ повторяться не может. Вот, сейчас мы поговорим еще об одной очень важной части революционных баз данных, это о связи, то есть, у нас есть одна сущность, студент, к примеру, и он как-то, есть другие сущности, вуз, студент учится в вузе, то есть, он как-то связан с вузом, вот, но при этом в одном вузе учится множество студентов, при этом множество студентов, ну, то есть, один студент не может учиться во множестве вузов, ну, по крайней мере, по основной своей учебе, то есть, у него может там второе выше, ну, как бы первое выше, он может получать только в одном вузе, ну, такой пример рассмотрим. Ну, вот здесь у меня, дам более интересные примеры. Я вижу, некоторые обратили внимание. Здесь немножко проще. У нас есть множество мужчин и множество женщин. И бывают такие ситуации, когда они вступают в брак, и в нормальном случае одному мужчине соответствует одна женщина. И это в принципе нормальная связь один к одному. Но бывают другие ситуации. Наверное, в наших странах это запрещенная ситуация. Но бывают другие страны. Вот первая страна, которую мы рассмотрим, это будет один мужчина и много женщин. Это какая страна? Да, такие арабские страны. Поэтому, да, здесь простая связь. На одного мужчину множество женщин. Ну еще такие примеры, чтобы было попроще. Форум. В форуме находятся топики. То есть в одном форуме множество топиков. При этом топик, он тема. При этом тема не может находиться сразу в нескольких форумах. Поэтому это вот такая вот тоже связь один ко многим. Ну и вот здесь у нас один мужчина, много женщин. Второй вариант, третий уже вариант. Многие к одному. Когда много мужчин, одна женщина. Нет таких стран, да? Такое понятие, как шведская семья. Я не знаю, разрешены ли там у них браки. Но два, да. Множество мужчин к одной женщине, да. Вот. Вы про шведскую семью записываете? Вот. Ну и есть еще последняя интересная связь. Вот таких стран, наверное, точно нет. Ну, по крайней мере, наверное, на официальном уровне. Это многие ко многим. То есть это… Да. Шведская коммунальная квартира. Множество мужчин и множество женщин. Здесь есть какие-нибудь вопросы? Я думаю, вот хорошая ассоциация. И на самом деле там могут сказать, ну, неприлично как-то. Вот. Но на самом деле эта ассоциация, она остается в памяти. И в будущем, когда нам скажут, связь один ко многим, вы тут же вспомните, ага, один мужчина, много женщин. Ага, это вот так. Все, у вас больше… Ну да. И у вас просто больше никогда вопросов не будет, какой это тип связи. Вот. Теперь немножко поговорим. Я говорил, что мы не будем сильно погружаться в религационную алгебру, но основу все-таки нам придется рассмотреть. А у вас же был курс по базам данных? У кого-то был. Наверное, вы там глубоко погружались в религационную алгебру. Было, да. Вот. Ну, хотя бы математическое… Как же этот предмет называется? Ну, математическое множество, которые… Ну да, дискретная математика. То есть есть люди, у которых не было ни того, ни другого, да? Ну, хорошо, вам будет сложнее. Потому что мы немножко так со стороны дискретной математики на это подойдем. Но все равно, я думаю, здесь есть вот у нас порядка 8 понятий. Мы о них сейчас поговорим. Я думаю, у вас не должно возникнуть с ними сложности. Скажите мне, сколько у вас времени? Ага, хорошо. Вот этот вот замечательный человек, собственно, для нас и придумал, систематизировал и описал как раз вот эти вот все основы религационных баз данных. Кто-нибудь знает, кто это? Ну вот это Эдгар Котт, знаменитый британский ученый. Он не из тех, да, британских ученых, о которых вы наверное много слышали, который много чего исследует. Он такой настоящий ученый, настоящий профессор. Много времени посвятил базам данных. И на самом деле вот очень много благодаря ему сейчас как бы… Ну, благодаря ему существует наша современная база данных в том представлении, которым они есть. До этого существовало несколько других видов базов данных. Были базы данных сетевого типа, где одной записи там была конкретная связь на другую запись. Ну, если вам интересно, вы сможете самостоятельно погрузиться в эту историю. К сожалению, или может быть даже к счастью, все это кануло в лету, поэтому я не думаю, что вот в ходе этого курса вам будет интересно послушать о том, что было и чего уже, надеюсь, никогда не будет. Перейдем сразу к примерам. Поговорим первоначально о такой вещи, как выборка. Ну, собственно, выборка – это ограничение нашего отношения по какому-то условию. Вот в данном случае мы взяли условие, что возраст больше либо равен 34, и получили вот такое вот значение. Как видите, то есть то, что условие больше либо равно, поэтому в нашу результирующую таблицу, в результирующие отношения попали эти записи, в которых возраст равен 34, а вот человек по имени Дональд, которому было всего 29 лет, он уже в результирующую выборку не попал. Думаю, с этим вопросов вообще не должно возникнуть. Здесь довольно все просто. Вы выбираете один атрибут, накладываете на него какое-то ограничение, вы можете выбрать несколько атрибутов. Выборка, она работает по принципу, если условие выборки верно, то кортеж выбирается в новые отношения. То есть в данном случае мы просматриваем весь кортеж по порядку, ну, все отношения, просматриваем каждый кортеж по порядку и проверяем соответствие нашему условию. То есть возраст больше 34. Харри подходит, Дональд не подходит, Елена подходит, Питер не подходит. Что будет, если бы мы ограничили категорию, ну, добавили больше 34 и вес больше 80? Больше ли Брайан 80? Какие бы записи у нас попали в выборку? Гарри и Питер, да. Давайте придумаем другое условие. Или вес строго меньше 70? Нет, давайте или вес меньше ли Брайан 70. Какие записи мы получим в результирующем наборе? Да, правильно. Это будут все записи, потому что условие или будет истинным, хотя бы когда выполняется одна из его частей. То есть в первом случае, ну, первые три у нас останутся, потому что мы оставили это условие. И условие или позволит нам добавить еще и Дональду. То есть он все-таки попадает в нашу категорию. Перейдем к следующему понятию. Это проекция. Проекция выбирает из нашего отношения только, ну, уменьшает наши отношения на несколько атрибутов. То есть она указывает, что мы будем воспользовать, допустим, в данном случае только атрибуты возраста и вес. И создает новое отношение. Как вы думаете, какая у нее интересная особенность? Да, все записи после выполнения проекции, они уникальны. В будущем мы, наверное, попробуем найти, когда будем изучать язык-запрос в SQL, попробуем найти подобие в SQL всех вот этих вот революционных алгоритмов. Ну вот, в данном случае здесь у нас довольно все просто. А что было бы, если бы… Да, здесь сложно что-то изменить. Если мы оставим только вес. Ну да, давайте возьмем проекцию по весу. Какие значения мы получим? Ну, по весу какие значения? 8, 7, 54. А если мы сделаем проекцию по имени? А если мы сделаем проекцию из двух атрибутов? Имя и возраст. Да, то есть убираются только те, которые полностью совпадают. То есть если совпадает одно из полей, то сами кортежи получаются неидентичны и они как бы не схлопываются. Перейдем тогда к следующему понятию. Это у нас объединение. Когда у нас есть один объем данных и мы его объединяем с другим. Вот у нас есть две сущности, персоны и персонажи, и мы пытаемся их объединить. Собственно, результирующая таблица будет содержать в себе всех из первой плюс всех из второй. Но она обладает также теми же свойствами, которые были у проекции. То есть те, кто повторяются, как в данном случае Дональд, он появится у нас только один раз. Ну вот это вот очень похоже на функцию Union, на оператор Union, которую мы в будущем научимся использовать. Ну, следующее, что неотрывно связано с объединением, это, естественно, пересечение. То есть это только то, что входит и в это отношение, и в это отношение. В данном случае у нас представлен только один кортеж. Кортеж Дональд, который второй раз не появился в предыдущем, а вот здесь все-таки остался один. То есть только то, что есть и там, и там. Ну и такая запись, как мы уже убедили, всего одна. Следующая вещь – это разность. Когда из одного отношения мы вычитаем другое отношение. Опять же, вычитаются только те, где информация полностью повторяется. В данном примере мы вычитаем из персон персонажей. А что будет, если мы будем вычитать наоборот? Из персонажей персон. Какие результирующие кортежи мы получим? Только вон, когда вон здесь вон дальше. Да, останутся только Даффи и Скрудж, потому что Дональд будет исключен. Ну, соответственно, вот легко найти закономерность по вот этим вот трем последовательным операциям. То есть у нас Дональд, он повторяется везде и всегда. Поэтому в объединении он появляется только один раз. В пересечении остается только он. Ну и, соответственно, в разности он будет выпадать из обоих множество. Следующая интересная вещь – это произведения. В моей юности, молодости я очень любил смотреть мультики. Я думаю, вы тоже их любите. Было вот много интересных мультиков, таких как «Симпсоны», «Фэмили Гай», «Доктейлз». И было два хороших телеканала – СТС и ТНТ. И вот интересно, что бы было, если бы все эти мультики показывали по всем этим каналам. Это было бы произведение. Еще называется Декартово произведение. То есть каждому кортежу из одного объединения сопоставляется каждый кортеж из другого. Итого мы получаем сколько записей? Ну да, 3 умножить на 2, у нас получается 6. Ну и получается, что у нас «Симпсоны» показываются и на СТС на дважды 2, «Фэмили Гай» и на СТС на дважды 2, и «Доктейлз» тоже и на СТС на дважды 2. Пока, надеюсь, вопросов нет. Отлично. Тогда мы переходим к следующему этапу, и это у нас деление. Вот есть множество мультфильмов, которые показываются на разных каналах, но хочется найти тех, которые показываются одновременно на двух… ну, не одновременно, а и на канале «Ред ТВ», и на канале «Дважды 2». Для того, чтобы все вот это множество, всю информацию, которую мы знаем о том, какие у нас есть мультфильмы, на каких каналах, нам нужно просто это поделить на те каналы, которые нам интересны. Вот такая вот интересная результирующая таблица была. Почему сюда не попали «Доктейлз»? Ну, потому что они показываются только на СТС на дважды 2, а повторяйте, их почему-то не показывают. Соответственно, вот из таких вот семи записей у нас получилось 2. 7 поделили на 2, получили 2. Ну да, здесь такое деление, как умножение в Декартовом произведении, оно не получится, здесь уже более тонкое. А что было бы, если бы мы каналом добавили бы канал СТС? И выполняли бы деление вот этого множества на 3 канала. Да, верно, остались бы только Симпсоны, потому что только они удовлетворяют условию присутствия сразу на 3 каналах. Ну и следующая интересная зависимость. У вас есть, опять же, список мультфильмов, все тех же, список каналов, и вам хочется узнать, на какой же чистоте каждый мультфильм показывает. Для этого, ну и у вас есть отдельная информация о том, на какой частоте работает канал. Для этого вам необходимо произвести так называемое соединение, то есть соединить информацию из одного отношения и из другого. В данном случае мы видим, что, собственно, если... Ну, всем мультфильмам сопоставляется соответствующий канал, и получается общий кортеж, который содержит поля все атрибуты мультфильма и все атрибуты канала. То есть у нас получилось 5 атрибутов, куда были перенесены все значения. А что было бы, если бы, допустим, у нас не было информации о канале 2x2? Да, в данном случае у нас бы остались пустые столбцы. Но у нас еще есть, конечно, несколько вариантов объединения, и базы данных позволяют сделать несколько вариантов объединения. Мы на них посмотрим на следующей лекции, когда будем более подробно говорить об SQL. он позволяет реализовать несколько видов объединений, и мы посмотрим, в чем бывают отличия, будут ли пустые столбцы или какие-то альтернативные решения. Но пока еще тогда интересный вопрос. А что было бы, если бы мы делали... Если бы, ну вот, DuckTales, допустим, нигде бы не показывали. Ну, здесь тоже зависит от того, какое объединение вы выбрали бы. Либо это могло бы получить... То есть вот эти два сериала могли бы получить свои частоты, и остался бы канал REN-TV, на котором были бы пустые столбцы по поводу того, что на нем показывают. Либо могла бы быть другая ситуация, в зависимости от выбранного объединения, когда, собственно, этих строк бы вообще не появилось. Здесь будет возможность, чтобы название канала и код канала тоже были отношения между собой? Да, название канала и код канала, как бы они для присоединения, они приравниваются между собой. Это программист определяет, а что он привлекает? Ну, это такой сложный вопрос. В каком понимании программист? То есть на том моменте, когда у вас все споректировано, конечно, это программист принимает. Атрибуты разные, да. Но ничто не мешает им идентифицировать одни и то же сущности. Конечно, хорошо, если вы будете понимать, что это одни и те же идентификаторы. Допустим, вот если у вас такая таблица, у вас не получится, что да, вот это поле называется название или просто название, а то поле называется код. Вы совсем не понимаете. То есть когда вы пришли, новый человек поддерживает такую систему, вы не знаете вообще, за что отвечает этот атрибут. Конечно, атрибуты должны быть более-менее понятные и нести какую-то смысловую нагрузку. То есть хорошо бы, конечно, чтобы и название канала тоже называлось код канала. Так, это, по-моему, да. Это все по революционной алгебре. Еще какие-то вопросы есть? По революционной алгебре не осталось вопросов. Надеюсь, все окончательно было понятно. Тогда давайте непосредственно попробуем перейти к проектированию. Вот, собственно, да, Боромир нам говорит обо всем, все, что он думает о проектировании баз данных. На самом деле, да, нельзя вот так вот просто с бухты-барахты подойти и спроектировать готовую хорошую схему. Но почему-то так никогда не получается. И чаще всего получается так, что на проектирование необходимо уделять гораздо больше времени, чем на все остальное. Если вы допустили ошибки при проектировании, исправлять их потом будет гораздо сложнее. Но об этом мы чуть-чуть еще попозже поговорим. Вообще, зачем нам нужно проектировать базу данных? Вообще, зачем нам нужны сами базы данных? Вот есть ряд таких вот первоочередных задач. Нам необходимо обеспечить сохранение всей необходимой информации. Ну, давайте возьмем для примера, ну, вот ваш университет. Количество информации, я думаю, здесь огромное. Необходимо хранить всю вашу успеваемость, всех, кто учится на каком курсе. И пытаться хранить это все в таких вот бумажных журналах, наверное, очень сложно. Когда придут и попросят там, какой средний балл у Иванова в группе ИУ-7. И уже непонятно, да, где-то журнал. Ага, журнал, значит, забрал преподаватель, нужно бежать к преподавателю, так давайте считать средний балл. Еще и вообще за пять лет средний балл надо посчитать, как он там учился. И все, это какая-то нереальная задача, всю эту информацию поднять из старых каких-то журналов. И вот вам хочется, чтобы вся эта информация как можно дольше хранилась, и чтобы вы всегда могли какую-то статистику поднять. Кроме того, необходимо избавиться от избыточности данных. Как вы думаете, вот в этом ВУЗе на скольких документах написано ваше имя и фамилия? Я думаю, огромное количество. Думаю, несколько ручек изведено только написание имя и фамилии каждого из вас. Ага, в журнале, вот еще один журнал, в котором записано ваше имя и фамилии. Таких журналов несколько штук, еще ваша личная карточка, какие-нибудь ведомости экзаменационные, и можно... А? Надеюсь, не у всех. Заведено личное дело. Ну вот, таких вот личных дел огромное количество информации дублируется. Еще в каждом прописан ваш год и месяц рождения, еще куча дополнительной информации, которую каждый сетят бедные женщины и переписывает. А еще вот, мне очень нравятся, пропускные пункты ваши. Да, вот это вот. Сейчас, сажите, я найду ваш пропуск. Где вы тут в этой книжке? И началось этот поиск. Подождите, вы вот здесь вот не расписались? Вот здесь вот фамилию свою напишите, и вот тут вот в трех местах. Я только свою фамилию, наверное, уже написал раз 20 здесь. То есть информация постоянно дублируется, и база данных должна вот как бы обезопасить вас от этого. Ну это такой, да, наверное, такой пример, такой веселый. А на самом деле есть более грустные примеры, когда это какое-то предприятие. Ну здесь ладно, там, ну может быть не так часто приходится записать это все. Ну тоже, наверное, очень плохо. Но когда большое предприятие, какое-нибудь городообразующее, на котором работают 10 тысяч человек, и там тысячи человек занимается то, что оно переписывает один документ, одни бумаги в другие, это, конечно, убивает. Когда может быть готовая система, которая буквально нажатием пары клавиш, она уже подготовила весь отчет, уже в печатном виде, и остается только распечатать, а не писать. Там, получила от Иванова шпунек 10 штук, винтиков 15 штук, и вот часами можно это все забивать. Потом этот листочек потирался, и уже никто не знает, сколько Иванов передал, сколько он потирал. Ну и, кстати, еще одна из важных особенностей базы данных, это обеспечение целостности данных. То есть данные обязательно должны быть целостны. То есть если вы учились здесь 5 лет, то если вы потеряете информацию о первых и трех курсах, вам уже никто не поверит. И когда вам будут выдавать итоговый диплом, лист со всеми оценками, и там половина прощеркнутая, там писем, мы потеряли оценки, мы потеряли оценки. Сходили там преподаватели, а вот что вы ставили вот этому студенту, я уже не помню. Просто потеряли ведомость, и зачетку вашу. База данных тоже должна от этого вас спасать, сохранять целостность. Ну и вот те же, опять же, не только это, а база данных предприятия, да, там выдали Семеновичу 20 заготовок, Петровичу 30 заготовок, там Иванычу 50. Ну и вдруг ему еще 50 сверху скинул. Вот. Переучет не хватает, 50 штук, и все. А все бумажки уже давно потерялись, никто не знает, кто кому чего выдавал, ну и так тихонечко списали. Да, я могу много хороших историй вам рассказать. Вот. Ну вот так вот, да, получается. Ну а здесь у вас все, у вас вот выдано столько, выдано столько, и вы просто не можете их взять, и у вас там каждый день вы можете легко пересчитать. Но уже сейчас современные машины, компьютеры, роботы, которые сами уже, сами сходят на склад, достанут 50 заготовок, и вам их на место привезут, и ни одной больше. И уже тогда уже, наверное, будет тяжело что-то придумать. На самом деле, вот для меня, конечно, самое страшное вот на предприятиях, это то, что вот люди постоянно что-то пишут от руки, считают отчеты от руки, и это очень интересно. Там, не знаю, пользуются Excel, пытаются какие-то формулы сосчитывать, и там нарастающий итог считать, ага, у меня три Excel, сейчас я вот из этого столбец скопирую, вот сюда, когда, не знаю, там работа одного программиста на этом же предприятии может заменить, наверное, половину сотрудниц там, которые вот переписывают ежедневно, ну и сотрудников тоже, которые ежедневно переписывают эти бумажки. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь мы к этому придем, все будет автоматизировано, и мы будем такие нежицы дома, с Coca-Cola перед телевизором, и за нас все будут делать роботы, производить все, и нам, наверное, к такому никто не захочет прийти, наверное, все-таки хочется все это как-то держать везде, но все-таки, опять же, сходить до маразма и все это писать тоже, наверное, было бы очень сложно. Ну, и для того, чтобы все-таки определиться, насколько это все, то, что мы спроектировали, и то, что планируем спроектировать, удовлетворяет вашим данным, ну, вашей системе, нам нужно вот ответить на несколько вопросов, ответить на несколько критерий. Собственно, критерий достоверности, насколько ваша система достоверно отвечает реальным процессам. То есть вы выбрали какую-то сущность, там, допустим, студент, вы выбрали сущности преподавателя, и решили студенту записывать среднюю оценку сразу, и нигде не записывать другие оценки. Вы просто сразу студент запишите, так, сегодня получил 5, завтра получил 3, оп, записали ему 4. Все, студенту оценка 4. Но система, по сути, недостоверна. То есть, конечно, она знает среднюю оценку, но при этом какие-то данные, и вот точные данные из нее возможно получить. Но это вот такие, да, примеры, вот из главы. На самом деле много примеров, когда вам самому придется построить, ну, спроектировать свою систему, свою структуру. Ну, и там, хорошо, если там у вас так получится, то есть вы там придете на готовый, уже на готовый проект, будете что-то добавлять. Ну, или придете в крупную хорошую компанию, где менеджер вам скажет, слушай, надо, чтобы вот это вот так, полностью опишет вам весь технологический процесс, который он себе представляет, все вам опишет, вы все правильно спроектируете. Ну, очень часто получается так, что программист, он и менеджер, и, в общем, и жрец, и жнец, и дудей, и грец. Вот, и сам себе создает техническое задание. Ну, вот, в моей жизни тоже был такой опыт, когда мы делали очень интересный проект, который мог бы, наверное, сделать жизнь многих людей гораздо лучше. Мы пытались автоматизировать больницу. Да, я думаю, у многих вот это, да, это еще одно такое, типа вузовского предприятия, где все пишется от руки. Вы приходите в больницу, у вас эта вот карточка, ну, дай бог, здорово, она поменьше. Вот, и в этой карточке ваш там врач там что-то пишет. Вы сходили, он вам дает вот опять эту бумажку, вы идете на анализы, приходите, вам там ставят штемпель, вы эту бумажку потеряли, и все, и вы уже не знаете, а ваша страховая больше не хочет оплачивать вам сложный какой-нибудь анализ. Ну, или как-то еще. Или вот вы пришли к одному врачу, у вас там уже с собой кипа каких-то анализов, вы пачку поставили анализов дома, ну, тоже думаете, ну, этому он точно не понадобится. Приходит, он говорит, а вот где у вас анализ крови на это? Он говорит, дома, и все как бы, ну, вот, куда с этим деваться. И вот он там своим почерком написал что-то, мы пришли домой, почитали, ничего не поняли, пришли к другому врачу, он тоже почитал, даже ничего не понял. Вот. И вот с этим тоже как-то очень хотелось бороться, и вот мы решили, да, это автоматизировать. А еще самое страшное, да, это в 8 утра вы приходите в городскую поликлинику, там уже очередь за талончиком к Глузнюку. Вот. И вы хотите его получить, а талончика 4 на день. Вот. Вы отстояли, там пришли, перед вами его забрали, последний талончик, и вы ушли домой. Хотелось, конечно же, еще такую живую очередь. Пришли дома, зашли в интернет, записались к врачу, и все прекрасно, пришли в нужное время. Опять не стоите вот в этой вот очереди перед кабинетом, вы там, все, вам в 328-й вы приходите, там уже 10 человек сидит, ждет, он принимает там по одному человеку в час, вышел чай попить, еще что-то, и вы не знаете вообще, вы сегодня на работу еще вернетесь, там вот, отошли быстренько к врачу, я только спросить, да, и вот таких вот, я только справочку подпишу, их уже десяток прошел, и вы все сидите, и вообще не знаете, сегодня это закончится или нет. Вот. Хотелось такой на самом деле проект реализовать. Вроде бы все интересно, благие цели, так как людей, знающих, что такое вообще медицина изнутри, было мало, точнее практически не было, начали работать уже непосредственно с врачами. Ну, вот вы приходите главному врачу и говорите, слушайте, а вот какой бы нам, какие бы нам сущности выбрать? Он так говорит, что? Какие сущности? Ну, вот, я вот тут кортеж хотел сделать, да, у меня атрибуты у него, какие будут? Ну, вот, связи-то какие? Пациент больной, она вот совершенно ничего не понимает, она говорит, ну, я не знаю, вот карточка, вот больного карточка, вот вы можете ее полистать, посмотреть, вот сделайте так же, вот, вот, вот талончик, вот можете что угодно с ним делать, какие данные вы из него возьмете? Вы же видели, как там заполняется? Или рецепт какой-нибудь, 28 граф, вот это вот, вот так вот, косым почерком врач пишет, он не заполняет никакие поля, ничего, он просто написал от руки, там, все вроде понимают, что, а в другой поликлинике по-другому пишет, а вот какие из 28 полей заполнять, как, когда, почему, и получается очень тяжело поговорить, и оглафрач, ты к нему приходишь и говоришь, слушайте, вот я вот талончик, вот я вот эти поля решил, смотрите, у нас такая вот схема данных получилась, говорит, ща-ща-ща-ща-ща-ща, алло, алло, да, ну все, давай, я побежал, приходим на следующую неделю, вы через неделю приходите, пытаетесь что-то еще упаковывать, и так проект, в общем, растягивается, и это самая большая сложность, и в итоге вы ладно, вы сами придумали, у вас все готово, вы, это я уже рассказываю, до этого не дошло, вот, у вас уже все готово, вы спроектировали систему, у вас все, вы счастливы сейчас, мы ее в бой, приносите ее, ставите на три тестовых машины, за нее садятся врачи, говорят, извините, но мы с этим работать не можем, как бы вот тут этого, этого, этого и нет, а вот это что надо руками писать, да я вот справочник хочу выбирать, и все, ваша система никому не нужна, и нужно ее перепроектировать, потому что на самом деле они хотели совсем другое, и вообще никто не знает, чего они хотят, поэтому да, к проектированию нужно подходить очень внимательно, очень осторожно, и очень аккуратно, вот, соответственно, простота, ну, о простоте вы, наверное, можете сами много рассказать, если вы когда-нибудь смотрели на чужой код, или на чужую схему данных, когда там миллион связей, и все таблицы вот так вот, как вот, вот та паутинка, они все между собой переплетены, и совершенно непонятно, что с чем связано, и чем ваша система будет проще, ну, конечно, нельзя там добиться, там, упс, базу форумов, там, в одну таблицу всю сложить, там, ну, вот, зато просто, все, все прям сплошное, вот, вот комментарий, он лежит в этом топике, в этом форуме, там, за него проголосовали эти люди, и все прям в одну линию, зато все прям очевидно, все просто, так, конечно, не получится, но уходить от сложности, наверное, это было бы хорошо, ну, и выразительность, да, вот, опять же, ну, здесь многие вещи, о которых мы уже поговорили, наверное, не буду сильно останавливаться и на избыточности, вот, способность к совместному доступу, мы уже об этом немножко поговорили, о том, когда спорили, когда вы спорили с мамой о том, кто будет записывать книжку, вот, да, хорошо, если, здесь, конечно, не транзакции, но способность к совместному доступу, это, когда ваша система способна сразу обслуживать несколько клиентов, то есть, так что, допустим, что бы ни получилось, что пока один врач заносит информацию по вам, другой сидит и ждет, пока вы не закончите эту, выносите эту информацию, вот, на самом деле, вот, поликлиника возле Mail.ru, там, литфонд, очень интересно сделано, у них и врач, и медсестра, они имеют доступ к одной странице одновременно, и они, ну, конечно, у них один контрол, то есть, они управляют в одном месте, но пока врач там что-то рассказывает, медсестра может что-то записывать, ну, какие-то основные вещи, которые она может записывать, потом врач просто берет мышку, клавиатуру, начинает сам записывать, то есть, вот это вот удобно, конечно, вот, не совсем пример к этому случаю, вот, ну, просто так вот вспомнилось, просто, да, наверное, там не получится реализовать, чтобы они вдвоем в разные поля записывали данные, потому что у них все-таки это подключено к одному компьютеру, к одному устройству, но если бы и такое можно было резать, это было вообще идеально, пока врач пишет там описание вашей болезни, какие-то подробности, медсестра уже тихонечко назначает вам какие-то препараты. Так, ну, расширяемость, наверное, об этом тоже не стоит сильно останавливаться, потому что уже упомянул не раз, сегодня вы сделали такую систему, завтра пришел менеджер, сказал, что я хочу что-то новое, ну, допустим, создали вы тот же форум, у вас есть топики, есть форумы, есть комментарии, завтра приходит менеджер, говорит, я хочу, чтобы можно было голосовать за комментарии. Вы знаете, я так написал систему, что все туда больше строчки не напишите, потому что вот так система спроектирована, что все зациклено, и все, и больше никаких возможностей нет. Или для того, чтобы мне ее расширить, мне теперь придется ее все перепроектировать, и вообще все сделать по-другому, и мне нужно год на то, чтобы все переписать. Ну и, собственно, вас увольняют, нанимают другого, и он делает все хорошо за год. Вот. Ну, целостность уже говорили, ну и схематическое представление об этом еще сегодня. Немножко увидим. Вот продолжаю я все настаивать на том, что проектирование самая-самая важная часть вашей системы, и вот этот закон Марфи, он это подтверждает. Я думаю, вы слышали о законах Марфи, еще как называют закон подлости, и очень часто против них невозможно пойти. Ну, как бы ваша система была не спроектирована, если вы ее спроектировали неправильно, у вас никогда ее не получится запустить. Ну, и вы, конечно, может быть, в итоге запустите, но она рано или поздно у вас сломается, и вам придется ее переделывать опять, вы больше будете тратить время на переделывание. Ну, и вот этот график, он позволяет вам оценить то, насколько количество проектировочных альтернатив зависит от цены изменения, от времени. То есть, конечно же, на первом этапе самое сложное, это очень большой альтернатив, вы практически не знаете, что вы можете сделать, ну, то есть вы знаете, что вы можете сделать, но у вас огромное количество вариантов для этого реализации. момент уже подготовки, ну, конкретной концепции, у вас таких вариантов чуть меньше, но все равно поле достаточно большое, только в момент выпуска уже у вас есть готовое понимание того, как все это должно быть. ошибки допущенные ранее на этапе выпущенного продукта исправлять очень тяжело. Сложность может возрастать в сотни раз. То есть, если вы нашли ошибку в момент проектирования, вы ее исправили за час, у вас системы еще нет. Когда вы нашли ошибку в момент готового продукта, исправить ее может потратиться 100 часов или даже больше. Ну, человека часов, конечно. Ну, вот был у меня интересный пример. Мы решили его довольно интересным способом. Мы еще о нем поговорим в момент, когда будем разговаривать о триггерах. Ну, вот сейчас расскажу его. Ну, была спроектирована система. В качестве значения одного из атрибутов было перечисление ключей другого, другой таблицы. Ну, для того, чтобы сделать связь один ко многим, нет, многие ко многим, чаще всего используется промежуточная таблица. Вот. В этой таблице она говорит, что вот этот пользователь связан с этим. И таких записей огромное количество. И любой пользователь там может быть связан с любым. Допустим, вот этот там. Сейчас что-нибудь придумаю. Давайте, да, этот мужчина связан с этой женщиной. Вот этот вот такой вот реестр, да, он большой, и там вот все это завязано. Ну, а пользователь, разработчик системы, который был до этого, решил сделать немножко проще. Ну, как ему казалось. Он в мужчину записал всех его женщин. Ну, было интересно только с кем встречаются мужчины. Вот. И как бы в женщинах нет информации, и вся информация записана в мужчинах. То есть через запятую. Там, Света, Маша, Юля, Оля. Все, всех записали. Вроде все хорошо. Мы точно знаем, с кем он встречается. Все отлично. И тут возникал вопрос. С кем встречается Оля? И чтобы найти такую информацию, нужно просмотреть всех мужчин. Встречается ли с ним Оля? Сами понимаете, что такой просмотр, он очень долгий. Что делать? Система из себя представляла порядка трех тысяч модулей. Где вот эти таблицы использовались, в каких местах могли их. Ну, то есть можно было, конечно, там прогрепать, найти все места. Ну, вы представляете, какое огромное количество времени нужно было, чтобы найти в трех тысячах модулях все места, понять, как этот участок кода работает. Ну, потому что человек, который знает все эти 3000 модулей, не было. Вот. Я там знал, наверное, модулей 300, более-менее. Вот. 3000 модулей просто никто не знал. Непонятно, где она могла использовать. Там такая одна из основополагающих таблиц была. Непонятно, где она могла использоваться, как использоваться, какие данные там могли записываться. И совершенно непонятно, что делать. Ну, вот человек допустил ошибку при проектировании. Он не думал, что понадобится такая вот связь. Он решил себе упростить работу, вот сразу все готово. Но для того, чтобы это исправить, нам бы понадобилось, ну, очень большое время. То есть ему, чтобы написать это в начале правильно, потребовалось бы лишних 10 минут. Ну, это действительно не проблема. Создать промежуточную таблицу, и все. Такое решение, оно используется постоянно, много раз. И как бы, ну, все к этому готовы, и все о нем знают. Ну, вот, решил он по-другому, и получилось так, что исправить это практически не представлялось возможным. Решение было альтернативным, конечно, был создан триггер, который, вот как я уже рассказывал, сработает по событию. И вся информация, как раз, была создана, эта промежуточная таблица, и в тот момент, когда информация записывалась в конкретный кортеж, она также дублировалась в этой промежуточной таблице. И потом уже, благодаря этой таблице, можно было находить связь. Но когда мы будем говорить о триггерах, более подробно, может быть, вспомню эту историю. В момент проектирования, вот как раз, очень важно обратить внимание, вот на, то есть, очень важно привлечь внимание и других людей, потому что, ну вот вы, может быть, юные специалисты, придете на предприятие, и у вас может не оказаться достаточно опыта. Вы подумаете, что вот надо спроектировать так, а на самом деле, вот опытный программист, он знает, может быть, знает специфику данного предприятия, и вам сразу скажет, что вот вы не учли вот это. поэтому на этапе проектирования очень важно привлекать максимум людей, максимально, ну, создавать команду, вот, то есть, хорошо, если вы там попросите кого-то, там, это отнимет у него не очень большое время, но спасет в будущем, ваше время, и потом, может быть, и его, потому что вы придете, скажете, я вот все, вот система готова, ее завтра в продакшн, и мне сейчас вот менеджер сказал, что вот здесь вот концептуальная вообще ошибка, и мы ее не можем запускать, и он с вами будет сидеть в ближайшие две ночи, потому что вот надо это срочно исправлять. Ну, и как бы опытные специалисты тоже. Ну, и, соответственно, да, ваша система должна такая, быть предвидящая. То есть, если вам говорят, что вот, нет, вы как бы, да, вот вы сделали систему, вот такого варианта точно не будет. Вот никогда, мы никогда этого не подумаем. Через неделю придет тот же менеджер, скажет, давай сделаем вот так. То есть, ваша система должна предполагать, какие могут быть вещи, еще варианты. Вы должны заранее думать о том, что может измениться в будущем. Чем, чем больше наперед вы продумаете, чем больше таких вариантов рассмотрите, тем, собственно, более в безопасности будет ваша система, ваши нервы, и в ваше свободное время вам не придется сидеть на работе ночами, там, когда дома муж, жена уже звонят, вы говорите, сейчас, я вот тут, мне нужен проект, да, запустите, я, наверное, сегодня уже не вернусь, и в ближайшую неделю меня тоже не жди. Поэтому, да, вот я все сегодня говорю, говорю о том, что надо хорошо проектировать, и буду про это еще сегодня говорить, потому что, ну, вот это должно просто у вас вот запомниться, отложиться, и, когда вы приступаете к любой работе, вы должны все тщательно спроектировать, только потом начинать разрабатывать ваш код. О том, о чем я много говорил, много писал товарищ Стив МакКоннелл, по-моему, Стив, совершенный, или совершенный, как его еще называют, код. Кто-нибудь читал эту книжку? Ну, вот в будущем, если вы реально хотите стать таким матерным программистом, я вам просто категорически рекомендую, вот вместе с MySQL-оптимизация, почитать еще и эту книжку, потому что она, ну, скажем так, ставит мозги. На самом деле, показывает очень много неправильного кода, говорит, как это писать правильно, и вот она может быть не столько как база данных, сколько программирования, но вот все равно эти вещи, они как-то пересекаются. И вот если вы будете точно знать, на какие грабли не стоит наступать, как говорят, мы все учимся на ошибках, да, вот, очень плохо, когда вы учитесь на своих собственных ошибках, вот, этих ошибок уже люди, вот, за то время, сколько существует программирование, нас совершали огромное количество, и очень многому научились, вот, рекомендую вам поучиться у них, потому что они, ну, редко когда плохое советуют. Давайте немножко отдохнем, и вот поговорим о этапах проектирования. Вот мы наконец-то пришли к этапам проектирования, то есть проектирование пока было такое общее слово, и вообще какое оно бывает, не было совсем понятно. Вот, в принципе, этапов два, это три, бру, это внешняя схема, то есть такая общая концептуальная схема, то есть или инфологическая, и уже, точнее, вот первая, это логическая схема, то есть как вы там представляете все это, вторая, это концептуальная, инфологическая, ну, и третья, это непосредственно уже физическая схема, это то представление, какое у вас будет непосредственно в базе данных. Собственно, сегодня я немножко больше, наверное, пока говорил о внешней логической схеме. Это вот то, что вам удалось собрать заказчика. Вы пришли на предприятие, допустим, какое вы это, и говорите, я хочу вас автоматизировать. Ну, вот даже вот, вот приходите в свой университет, и говорите, я хочу вас автоматизировать, и начинаете ходить. Так, значит, какие у вас есть потоки данных? Они вам говорят, значит, мы вот эту вот справочку отправляем в первый отдел. Вы идете там в первый отдел, а что вы с ней делаете? Как вас автоматизировать? И вот вы должны найти все справочки, которые по отделам ходят, все папки документов, которые могут находиться, и где вообще они, и куда они потом отправляются в архив, или еще куда-то. Вот это вы все собираете. Вот у вас там создаются какие-то сущности. Здесь вот информация о конкретном студенте, здесь информация, которую содержит там первый отдел, здесь информация о кафедрах, здесь информация о студентах, там, допустим, о преподавателях, здесь расписание лекций, и у вас такая общая схема есть. Но схемы еще нет конкретных атрибутов. То есть у вас такая схема, вы знаете, что у вас студент, и вам неинтересно, какие у него там есть имя, фамилия, отчество. То есть пока у вас это меньше всего интересует. Но вы уже знаете, что студент непосредственно связан с конкретной группой, группа связана с предметом, предмет связан с преподавателем, ну и еще там так далее. Ну, как вы спроектируете, какие связи нашли? Собственно, вот такую вот схему вы спроектировали. мы об остальных, так, не туда. Вот. Собственно, такую схему мы построили. Ну и непосредственно перешли к инфологическому проектированию. Здесь у нас уже появляются сущности, атрибуты и связи. То есть у нас более такая структурированная система. Мы уже знаем, что вот сотрудники обладают конкретной информацией о них. То есть нам важно знать о студенте, не только его имя и фамилию, нам нужно знать год его рождения, нам нужно знать, там, допустим, его конкретный курс, нам нужно знать, не знаю, по-моему, еще и по сейчас институт собирает информацию о родителях. Я помню, нас еще собирали, сдавали, там нужно было принести, кем там работают родители, еще что-то. Ну, вот какие-то еще дополнительные информации, которые хранят студенты. Обязательно у вас телефон, вдруг вас надо там срочно, деканат должен вас вызвонить. И вы уже вот собираете более подробную информацию, создаете атрибуты. Ну и здесь уже классифицируете связи. То есть много ко многим, один ко многим. Вот у нас, допустим, ну и вот в качестве связи могут быть такие более подробные описания, то есть как эта связь характеризуется. То есть, допустим, вот сотрудник работает в отделе. То есть, видите, у нас связь один ко многим. То есть один сотрудник может сразу в нескольких отделах работать. То есть отдел один. Нет, не совсем верно. То есть один отдел, и в нем работает множество сотрудников. То есть эту связь надо читать так. Прекрасно. Ну и дальше, да, все-таки, наверное, немножко ошибаюсь, вот это все-таки еще было... Нет, вот это уже, да, у нас переходим к экологическому проектированию. Здесь мы уже строим какие-то таблицы, более подробно делаем это представление в нашей системе. Мы сегодня посмотрим, как это делать, если успеем. В качестве домашнего задания как раз будет у вас разработка своей базы данных. Рекомендую для разработки MySQL Workbench, так как мы все-таки будем с MySQL работать. Ну и в будущем вас... Ну ладно, не буду делать сюрпризы. В будущем я хочу, чтобы вы обменялись своими схемами, которые вы подготовите. И будете искать ошибки друг у друга. И для того, чтобы вам в одном формате обмениваться, чтобы не пришлось так, что одни там делали в Варвине, другие в Workbench, другие в Vizio, третьи вообще в блокноте ASCII графика рисовали. Чтобы такого не получилось, чтобы вам было удобнее между собой это все обмениваться, предполагаю всем использовать MySQL Workbench. Он распространяется бесплатно. Есть во всех операционных системах. Ну, то есть под все операционные системы распространяется, под Windows, под Linux, может быть, под Mac OS, не знаю. Есть кто категорически использует только Mac OS? Ну, тогда у нас такой проблем не возникнет. Соответственно, вы проектируете такую логическую схему, уже настраиваете более конкретные связи. Ну, и следующий у вас очень важный этап – это физическое проектирование. Физическое проектирование, оно добавляет особенности к конкретной базе данных. То есть у каждой базы данных и особенностей. Это типы ключей, как они там, как они себя представляют, как себя будут вести связи, ну и вообще дополнительные. Все, что не связано с логикой проекта, связано именно с физической реализацией, это уже будет добавлено сюда. То есть непосредственно все индексы – это уже часть физического проектирования. То есть вам в логическом не важно, какие у вас будут индексы и по какому полю у вас в будущем будут сортировки. А уже в физическом, когда вы начнете делать реализацию, для вас будет это очень важно. Ну, как вот вы видите, здесь представлено огромное количество баз данных. Я упоминал сегодня только о четырех. Вот все эти, практически все, о которых я еще не упомянул. Ну и в том числе эти четыре. Давайте попробуем в гадайку поиграть. Но здесь многие… Здесь все подписаны практически. Давайте вот эта вот какая. Да, CS, отлично. Ну вот это CSV, да, тоже. А вот это? Да, это Excel тоже, в принципе, база данных. А чем не база данных, в принципе, у нее несколько листов. Листы, это, в принципе, можно считать отдельной сущностью. Вы можете считать несколько листов, можете между ними связи настраивать при помощи там Visual Basic Replication. Ну, здесь большинство, конечно, уже довольно устроило. То есть там DB2 уже, наверное, вы вряд ли найдете, как и Firebird, хотя он у меня уже несколько раз в последнее время встречался почему-то. Самые распространенные, конечно, это MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle и PostgreSQL. А кому сейчас принадлежит MySQL? Да, он принадлежит Oracle, и очень многие боялись в тот момент, когда… Да и сейчас, в принципе, боятся, и очень много пеняют на Oracle в тот момент, когда они купили MySQL, потому что у них все-таки есть их флагман Oracle, такой большой, который они максимально пытаются развивать, и очень многие боялись, что они просто либо вообще убьют MySQL конкурента, либо не будут в него сильно вкладываться, что, как многие утверждают, так и есть, как бы у него очень сильно развивает. Ну, не знаю, вот сейчас выходит версия 5.6, довольно интересная реализация. Я попытаюсь ее включить в лекции, то есть упоминание о ней. Но опять же там это не означает, что все, завтра мы все переходим на 5.6, потому что мы вот слушали лекции, оно реально круче. Там еще есть что с ним поделать, может быть. Ну, мы об этом поговорим, я думаю. Вот. Ну, такой, да, большой выбор, и мы пока остановимся на MySQL, но, в принципе, я думаю, у вас не будет сложностей со всеми остальными. А кто-нибудь работал вот с этой базой данных, с MMS Access? Да, это… Ну, вот у нас в институте был курс как раз по базам данных, основанной на MMS Access. Очень тяжело. А на самом деле он немножко не такой, как все остальные базы данных. И вот, да, наверное, у вас не получится, прослушав это в курс, клево программировать на MMS Access. Потому что он странный, очень малоприменим. Но он, наверное, немножко из другой категории. Он, в первую очередь, файл серверный. То есть ваш файл с вашей базой данных – это в то же время одновременный сервер. И его особенность в том, что вы в нем сразу имеете и отчеты, и формочки для ввода. Ну, то есть это вот все в одном. И это язык программирования, и там, и визуализация, и база данных, и все что угодно. И вы просто пишите «я хочу форму, вывести мне вот такие поля». И она готова. То есть вроде бы очень клево. Ну и для, наверное, не очень сложных проектов он иногда используется. Но я бы, наверное, не рекомендовал. Вот. Вот я, конечно, ожидал, я не знал, что мы здесь. Я ожидал немножко больше экрана. Не знаю, наверное, плохо видно, да? Ну ладно, я больше так делать не буду. Но мы поговорим о том, почему проект базы данных может быть плохой. Ну вот я решил как бы подсчитывать свои затраты. Вот, калории. И вообще, что я ем, из чего готовлю, что покупаю, из каких стран. Такую табличку себе завел в Excel, допустим. И вот, мне кажется, я что-то сделал не так. Ну, во-первых, у меня есть избыточность. Вот первый пункт. Как вы видите, вот там, допустим, я знаю, что зелень, а, это она от другой фирмы, лук. Лук фирмы Наталка стоит 0,52. Вот. И у меня эта информация, она вот в двух местах хранится, и эта информация избыточна. И вот, собственно, от этого мы сразу переходим к потенциальному противоречивости. Так как эта информация избыточна, я пересмотрел свой чек и понял, что не 52 цента она стоила, а 53. И поправил ее вот здесь. Поправил ее вот здесь. И я совершенно забыл, что я тот же лук использовал в борще. Ну, просто вылетел у меня из головы. И теперь там у меня лук по 0,53, а тут это по 0,52. И вроде это один и тот же лук. То есть вот у нас уже аномалии противоречивости. Дальше есть аномалии включения. То есть я купил помидоры, у меня были помидоры. Купил картошку. Купил картошки, решил ее записать в эту систему, чтобы мне все-таки знать, сколько я денег потратил. А как записать? Все-таки у меня все продукты, они вот привязаны к блюду. То есть вот если это лобби, то вот в него входят все вот эти продукты, которые ниже. Просто я решил не дублировать это, решил так вот писать. А как мне записывать теперь? Я не могу это записать ни в борщ, не могу куда-то отдельно это записать. То есть у меня вот эти вот первые три поля, они остаются непонятными. То есть это у меня аномалия включения. Я не могу писать сюда данные, потому что у меня нет информации о половине полей и что с ними потом делать, а как мне их потом вот в борщ включить. То есть совершенно непонятно. Ну и соответственно аномалии удаления. Опять же вернемся к этому же луку. Так получилось, что я вот вроде его купил, оплатил, в чеке он есть, пришел домой, открываю пакет, нету. А я уже вроде все записал, там шел пока в дороге в телефоне все, написал, что я купил по чеку. Забил, пришел домой, смотрю, лука нет. Ну и собственно удалил его из лобби. А в борща опять я про него забыл, опять лук остался. То есть опять какие-то непонятные вещи, куда-то делись деньги, и что-то еще пропало, и мы вообще не понимаем, что делать с этой системой, как в нее вносить данные, как удалять, искать там, пытаться удалить весь лук. Я не могу, потому что допустим вот ту же зелень я покупал два раза от разных компаний по разной цене. Просто удалить всю зелень я тоже не могу. Вот пример очень плохого проекта. То есть здесь все, что можно. Здесь есть все возможные ошибки, которые я мог допустить. Они здесь допущены, и поэтому вот с таким проектом невозможно работать. И теперь давайте более подробно поговорим о типах данных, потому что мы с вами начнем проектировать систему. Для того, чтобы ее спроектировать, нам нужно знать, какие типы данных мы собственно можем использовать. Таких типов данных, как мы думали раньше, три, а на самом деле их четыре. Вот есть такой интересный тип данных, как нул. Как вы думаете, что такое нул? Да, это совершенно неопределенное значение. То есть нул не равен нулу, что самое важное. То есть он не равен ничему, в том числе и нулу. Потому что, ну собственно, это ничто. И вот это нужно помнить. Нул очень хитрая операция, и с ней очень много связано. В будущем я постараюсь обращать ваше внимание на те моменты, когда нул может доставить вам неприятности. Ну, к примеру, сейчас вот расскажу, потом еще раз напомню, я думаю, лишним не будет. К примеру, операция CONCAT. Соединение строк. Ну, любых строк, самая простая операция. Допустим, я хочу вывести в одну строку борщ, масло и вообще все продукты, и все, что у меня было в одной строке, там через запятую. Ну или просто вот борщу вывести через запятую все продукты. Просто чтобы посмотреть. И если у меня там попадется нул каким-то странным образом, вся строка превратится в нул. Ну, конечно, в принципе, логично. Если вы к чему-то прибавите ничто, оно превращается в ничто. И потом к ничто прибавите что-то, опять будет ничто. Но это может оказаться для вас сюрпризом. Неожиданно, когда вы вроде все считаете, а у вас тут нул. Вы же знаете, у вас вот они данные, а в итоге в результате нул. И на этом вы тоже можете потратить какое-то время. Еще интересная особенность. Функция для посчета среднего. У нее нул – это ничто. Ну а как среднее считается? Берется сумма всех и делится на количество. Ну вот, допустим, у вас есть три элемента. Один, два и нул. Какое будет среднее? Какое будет среднее? Там вариантов немного, давайте предполагать. Нет, нул, конечно, не будет. Нул портит жизнь только конкату. А вот для среднего какое значение будет? Почему один? Почему один? У нас их три. Вот трех у нас нет, к сожалению. Сущность у нас две. Точнее, ну, два кортежа получается. Поэтому у нас их всего два. Поэтому ответ полтора. Вот об этом нужно помнить. То есть, если вы хотите учитывать строку с нулом, пишите туда в нужный момент ноль. И вообще, при проектировании системы очень внимательно отнесите к параметру нул. Когда вы создаете информацию о поле, вы можете указать, что данное поле not null. То есть, не принимает значение null. Если вы это укажете, то вы туда не сможете записать null никаким образом. Для этого вам, скорее всего, придется добавить дефолтное значение. Not null, дефолт и какое-то значение. Ну, допустим, для числа вы туда просто напишите ноль. И у вас всегда будет по умолчанию ноль. И null там никогда не будет. Крайне рекомендую, вот когда будете проектировать свою систему, указывать все поля not null. Редко, когда вам необходимо значение поля, чтобы оно принимало null. Лучше указать not null и дефолт. Тогда у вас не будет проблем. Иначе код будет пестрить инструкциями if null set ноль равно нулю. Ну, if null запятая ноль равно нулю. То есть, двойная операция. Причем, эта операция не позволит вам нормально использовать индексы. Мы поговорим еще почему. Ну, вот все. То есть, у вас все ломается тут же. Вот когда ноль равен нулю, то есть, поле равно нулю, это нормально. А когда вы проверяете это поле на null, это поле обязательно надо проверить. Машина точно не знает, какое там значение. Она не может его сравнивать сразу с нулем. И, в общем, если есть возможность, если вы все-таки не придумали, зачем вам там null, ставьте not null и какое-нибудь дефолтное значение. Итак, кроме null у нас есть числовые, строковые и календарные. Ну, то есть, для хранения даты. Хороший вопрос. Ну, вот, наверное, для того же среднего. Потому что есть какие-то атрибуты, которые действительно null. Ну, то есть, null – это ничто. Когда мы будем рассматривать… Нет. Нет, это в boolean его точно нельзя использовать. Когда мы будем с вами рассматривать, допустим, отношения, и если для какого-то отношения не нашлось пары, то там будут не дефолтные значения, а обязательно нулы. То есть, это ничто. То есть, там нет ничего. То есть, есть такие моменты, когда вам надо знать, что в этом поле ничего нет. И чтобы его правильно использовать. Оно отлично от пустого. Да, у вас может быть спокойно записано в поле пустое. То есть, когда присоединили две таблицы, там реально пустое значение или ноль. Но это большая разница, когда у вас этого поля вообще нет. То есть, ну вот, вот такой вот кейс для использования нуля, на самом деле еще, нул точнее, на самом деле еще какого-то интересного решения придумать тяжело. Но вот в этом месте вы точно без нула не обойдете. Ну и, конечно, для того, чтобы... Ну вот, некоторые иллюстрации я начал сразу с нула, чтобы было удобно, некоторые иллюстрации для этого. Как ни трудно догадаться, что равен ли 1 нулу, это нул, да, единица не равна нулу, нул, единица меньше нулу, нул, нул, нул и так далее. Интересна еще одна особенность. Многие ожидают от нула поведения нуля. Ну, как и в случае с ЭВГ. Допустим, вы делаете такое условие. Какой-то атрибут. Ну вот у вас, допустим, вот есть те же 1, 2 и 0. 1, 2, 0 и нул. Вот. И теперь вы берете выборку. Условия. Ну вот мы там знаем уже, что такое выборка. Вот. Берем выборку, где вот это значение, оно больше либо равно нулю. Какие мы значения получим? Вот у нас есть 1, 2, 0 и нул. 0, 1, 2. Меньше либо равно нулю. Да. Только ноль. Потому что, ну вот, вроде бы очевидно. Тут нули там больше нуля, да? 1, 2, ну, 1, 2 меньше нуля. Нул и пусто. Ну, нет. То есть, нул не попадет в меньше нуля или в ноль не попадет. То есть условия больше-меньше, они всегда с нулом false. И поэтому, как бы вы их не проверяли, у вас всегда будет неверное значение. Поэтому вот ожидать это вот, ну, просто я видел, что многие ожидают его там в меньше единиц. Ну, туда же попадет наверняка. Нет, это false. И вы его не увидите. Ну, для того, чтобы все-таки с нулом поработать, все-таки вот, чаще всего, да, вы будете его использовать при объединении, вам все-таки понадобятся вот такие вот функции, которые из нул, из not нул, ну и так далее. Один из нул, конечно, это ноль. Но обратите внимание, что это ноль, это булевый ноль. Это неправда. А в данном случае 1 равно нул. Это не ноль. То есть это не неправда, это ничто. Это нельзя сравнивать. То есть вот все вот наши условия, они вот в данном случае, они нул. При том, что условие из нул, из not нул, оно возвращает булевые значения, 0,1. И один из нул, это неправда. Один из not нул, это правда. И нул из нул, это тоже правда. И нул из not нул, это неправда. Опять же, вот нул из not нул, это не false. Ой, это не нул. И вот здесь вот не нул. Все-таки эти операции, они даже с нулом возвращают булевые значения. Ну и мы переходим непосредственно к числовым типам. С нулом, надеюсь, все понятно. И не будете с ним путаться, потому что на самом деле очень многие попадаются на его уловки. А, ну еще интересно, ладно, может быть вы потом все-таки еще раз услышите, это будет вам полезно. Еще он интересно ведет себя с каунтом. У каунта есть, мы еще о каунте будем говорить, у каунта есть два вида работы. Когда вы можете каунту передать конкретный атрибут, и он посчитает количество, сколько раз встречался этот атрибут, либо передать звездочку. Как вы думаете, в чем будет разница? Да, как раз именно так. Потому что когда вы будете просмотреть атрибут, если там встретится нул, аккаунт его не будет считать. Это конкретный атрибут. Аккаунт звездочки считает строки. А вот строка нул, то есть отсутствовать, ну вот быть ничем не может. То есть только атрибут может быть нул. Соответственно, да, каунт звездочка посчитает количество строк, аккаунт от поля посчитает количество ненуловых значений. И на это очень многие попадаются, когда, допустим, делают группировку и ставят аккаунт ID. Говорят, вот у меня 50. А на самом деле их было 56, потому что кого-то был ID нуловый. И это может быть серьезной ошибкой. Итак, ну все-таки давайте вернемся к числовым типам. У нас вот есть 5 таких основных типов. В принципе, они довольно простые. Первый у нас идет tiniint. И дальше идет, ну как бы у нас такая табличка, и дальше мы с ней будем работать. Это тип столбца, его объем занимаемой памяти и диапазон допустимых значений. Вы думаете, зачем нам информация о занимаемой памяти? Ну будем использовать bigint, ладно. Ну да, конечно, нам нужна экономия. И многие скажут, ну ладно, еще вот продирайтесь там. Ну вот int bigint, ну или там int small int. Ну два байта мы выиграли в одной строке. Теперь считаем 2 байта. Таких атрибутов у нас, ну к примеру, 10 таблиц. На каждом мы выиграли 2 байта. Значит, на каждой строке мы выиграли уже 20 байта. У нас нормальная такая табличка в 1 миллиард записей. 20 миллиардов, это сколько? 20 миллиардов байт. Это у нас сколько? 20 миллионов килобайт. 20 тысяч. Ну да, 20 гигабайт. Мы всего 2 мегабайта сэкономили. Ой, 2 байта сэкономили. Подождите, это еще не правильно посчитал? Что-то у меня много получилось. Ну ладно, давайте возьмем значение помеха. Что-то очень много. Хотя бы так. Ну да, это хороший такой пример. 2 гигабайта. Возьмем, ладно, миллион записей. Поменьше. Ну, нормальная такая таблица. Может, миллиарда. Не каждый из вас увидит таблицу, но миллиард записей. Реально очень большая таблица. Ну вот миллион там, допустим. Ну вот сейчас таблица пользователей. У меня на форумах порядка 30 миллионов. Нормальная такая таблица. Ну давайте возьмем миллион для удобного расчета. Итак, мы уже выиграли 20. Умножаем на миллион. 20 байт на миллион. Итого мы получили 20 мегабайт. И это мы получили только вот в этих полях. Но у нас еще есть индексы. В каждой из которых там на несколько полей. То есть мы еще там выиграли еще 20 мегабайт. Итого уже 40 мегабайт. Только с одной таблицы. То есть, ну, да, вроде, ну ладно, 40 мегабайт. Ну и что у нас харды вон там, терабайтники. Ничего страшного. А как вы думаете, в чем проблема еще? Не в хардах проблема. Ну, в хардах тоже эту информацию надо считать. Это тоже время. Сравнение с короткой и чтением? Да, скорости, сравнение. Самая большая проблема в памяти оперативной. Вот 20 мегабайт оперативной памяти, это уже много. Вроде, ну, опять же, 64 гигабайт памяти. Но вот эти 20 мегабайт могут вам, позволят вам еще одну таблицу засунуть в кэш. Из-за которой вы будете каждый раз, ну, которая просто не влазит, вам придется каждый раз за ней ходить на диск. А диск читается у вас в тысячу раз медленнее. Ну, и вот теперь вместо того, чтобы прочитать 20 мегабайт из памяти моментально, вы будете ждать секунду, ну, там, побыстрее сейчас, конечно, диски работают, ну, 0,2 секунды, чтобы прочитать простую таблицу на размере 20 мегабайт, очень маленькая таблица из диска. Вы ждете 0,2 секунды. А это 0,2 секунды как раз то ограничение, за сколько на форумах отрабатывает один запрос сразу. То есть это вот предел, все. И вы только это потеряли за счет того, что неправильно выбрали тип данных. Ну, из-за того, что сказали, ну, ладно, инт и так инт. А как вы думаете, что самое, ну, все-таки считается сейчас, что дороже поставить, оперативную память или жесткий диск? Ну, по объему. Добавить терабайт оперативки или терабайт жесткого диска? Да, и стоимость порядка в полторы тысячи раз. Фу, в тысячу раз. То есть на самом деле, да, ваш руководитель скажет, да, да я тебе лучше вот увеличу размер жесткого диска, насколько ты скажешь, но в два раза, чем я тебе в два раза увеличиваю оперативку. Потому что реально, ну, это может оказаться намного дороже. Ну, и, в общем, вот оптимизировать по занимаемой памяти, это очень важно. Мы с вами в конце попробуем посчитать, что мы могли оптимизировать. Ну, и что ж, давайте все-таки вернемся к нашим типам. Первый — это tiniint. Я думаю, самый простой — это маленький инт, всего один байт. Ну, я думаю, очевидно, что он занимает от минус 128 до 127. Ну, и если это unsigned, то есть беззнаковый, то он от него занимает от 0 до 255. Где такое можно использовать? На самом деле, чаще всего его использовать для флагов. Ну, потому что самое простое, ну, куда проще, один байт, все. То есть меньше уже, вы просто не выделите один бит, система вам не позволит писать только в один бит флаги. Нет, конечно, вы можете их сериализовать там каким-то образом, там, и уместить здесь 8 флагов. Ну, чаще всего, да, до такой уже мелочизма уже не доходит, конечно. Вот, поэтому tiniint чаще всего используется для флагов, ну, либо для таких значений, которые у вас точно не превысят 255. Был у меня интересный опыт. Зарабатывали систему, она была очень сильно распределенная, потому что так получилось, что удаленные участки, то есть нам нужна была мастер-мастер репликация, при этом удаленные участки не имели постоянного доступа в интернет. То есть у них была своя копия, и они потом эту копию сливали с основным раз в месяц, или там раз в неделю с основным сервером, получали от него данные, заливали свои и обменивались. Вот для того, чтобы избавиться от коллизий, практически для всех атрибутов они как бы имели привязку к конкретному объекту. И так получилось, что в итоге справочник полов, полов, не те, которые на полу, а которые мужской, женский, справочник полов был расширяемый. То есть в итоге получилось, что было несколько видов мужчин, несколько видов женщин, вот такой вот справочник. Да, там, наверное, значения, конечно, уместились в 255, но не 1,2 они были, или 0,1, которые могли бы просто быть как флагом, а были таким расширяемым, там мужчина номер 28, женщина 27 и так далее. Ну вот, да, не стоит допускать таких тоже ошибок. Small int чуть побольше, это 2 байта, до 65 тысяч, если это unsigned, ну и 32 тысячи, если это обычный small int. Ну, medium int чуть больше, ну и int самый большой. Собственно, я думаю, вы все сможете посчитать, какое максимальное значение они принимают. Чаще всего всем хватает 2 миллиона. 2, да, нет, вру. Сколько там получается? 2 миллиарда, все правильно, 2 миллиона маловато. Ну, 2 миллиарда, да, я что-то вот, наверное, вот только та база Yahoo, о которой мы сегодня говорили, она, наверное, может занимать 2 миллиарда записи, нет, а может быть. А ваша там основная система, 2 миллиарда, это уже все, это просто предел там. Medium int, это у нас 16 миллионов, да, тоже уже очень большое число. Ну, а если у вас какая-то справочная таблица, в которой будут номера, ну или информация о предметах, читаемых в вашем вузе, она, скорее всего, точно уместится в small int. Вряд ли у вас есть 65 тысяч предметов. Но 255-то, наверное, наберется, а 65 тысяч уже точно вряд ли. Ну и big int, это уже какой-то беспредел, уже, да, уже столько такое число. А, ну да, наверное, здесь не совсем правильно. Ну, то есть я сейчас упоминаю о ваших ключевых полях, то есть об идентификаторах. Конечно, вы можете хранить число там, какие-то числа, которые будут именно такие большие 4-байтовые или 8-байтовые. Но, к сожалению, больше, чем 8-байт вы пока хранить не можете. То есть, да, есть какие-то числа, там, не знаю, может быть, какую-то там физические величины будете хранить, которые для вас важны будут именно в целом виде. И вот 8-байтов, они реально такие большие. Но если они не умещаются, то, наверное, придется вам все это представлять в текстовом виде и хранить в тексте. Ну, если вы реально понимаете, что значение этого поля, там, не превысит 255, не используйте bigint. То есть многие системы автоматически ставят bigint, например, и все. И сразу у вас 8-байт вместо 1. То есть то мы считали, что мы по 2-байта теряли, а теперь, представьте, мы по 7-байт теряем на каждом поле. Ну, то есть базу увеличиваем 8 раз. Все. Следующие числа, я думаю, во всем тоже знакомые. Числа с плавающей точкой. Это, начнем давайте с флота. Немножко не в том порядке. Это всего 4-байта. Думаю, здесь тоже значения вам знакомы. Мантисы, экспоненты. Вот. А, вернемся вот сюда. Как вы думаете, что находится в квадратных скобках? Ну, вообще, да, по семантике квадратные скобки это то, что можно опустить. То есть вот все, что в них, можно не писать. А если вы пишете, то вот вы должны написать круглые скобочки и внутри какое-то число. Как вы думаете, что это за число? Вот, да, странно было бы, да, указывать у int количество байт. Почему-то многие думают, что это максимальное количество цифр, которые туда можно записать. Я не знаю, откуда такая теория пошла, но вот я слышал такое от многих людей, и меня это немножко шокирует. Ну, еще опишем, значит, я не знаю, там, int 18. 20, и все. Пишем туда сколько хотим. А вообще по умолчанию всегда ставится int 11. То есть система вам по умолчанию int 11 ставит. Почему 11? Ну, вот у нас получается даже со знаком 10. Нет, 9 нулей со знаком 11, да. Так почему туда 11? На самом деле все просто для вывода в консоли. Для того, чтобы вывод в консоли у вас был не вот такой вот весь плавающий, для конкретного поля указывается его размерность для вывода в консоли. То есть все, что вот меньше 11, то есть у вас, допустим, у вас в int хранится число 1. Ну, там есть другие значения, но вот одно из них 1. И чтобы вот у вас поле не было размером 1, а следующее, вы наверняка видели, как выглядит моя сколь в консоли. Ну, еще, может быть, увидим. Вот. Чтобы у вас не было, вот каждое поле непонятно, как отчитать, чтобы это было похоже на табличку, каждому атрибуту задается его размер. То есть вот на int будет выделено 11, и будет ровная табличка из 11 символов. То есть вот int, он больше 11 не может быть, поэтому он у вас нигде не расползется. Вот это вот, запомните, это количество для вывода. Это точно не количество байт и не количество максимальных цифр. Просто, ну, вот действительно видел очень от многих людей, слышал такую теорию, и, возможно, они даже этим пользовались, но я думаю, разочаровались. Нет, ну, вроде кажется, да, вот первая мысль, действительно, вот напишу int 8, и все, и у меня туда больше, чем там, ну, или int 7, и у меня туда больше, чем 9 миллионов 999 тысяч 999 не влезет, и все, ограничил пользователей, отлично, а нет. Собственно, та же ситуация у нас float и double, m и d здесь для выведения. Ну, соответственно, вот ограничения на float вы видите, я думаю, вы знаете их из многих языков программирования, но если что, это справочная информация. На экзамене я не буду спрашивать. Пятое число во float после запятой. Я не настолько строг на экзамене. Вот, ну и double, собственно, двойная точность, более точные данные можно хранить, он в два раза больше 8 байт. И тут появляется странный тип, который называется decimal. Что же делать с ним? Вообще, как хранятся данные в типах float и double? Вот это вот real, double, precision, это все синонимы. Поэтому они написаны все в одном поле. И вот как decimal, dec and numeric, это все одни и те же синонимы. Давайте тогда, да, давайте вернемся к первому вопросу. Зачем? А, у нас уже было много заданных вопросов, на которые мы не успели ответить. Как хранятся числа с плавающей запятой? Ну да, давайте, говорите, все такое экспонент, все такое мантис. Вы же действительно никто не знаете. Собственно, хранится об этом значение и стиль. Да, все, как бы хранится вот это вот число в представлении обычном. И дальше в какой, ну на какую степень, там 38 или минус 38. Все, собственно, больше нам ничего и не нужно. Собственно, double позволяет хранить гораздо больше чисел. Поэтому он и больше 8 байт. Ну и то есть у него 308, вот да, у него, видимо, в данном случае для float, скорее всего, для хранения мантисы достаточно было бита, байта в смысле. То есть он до 38, то есть он вмещается в tiny-end. Здесь же нам понадобится, конечно, small-end. То есть лишние 2 байта. И вот мы, да, давайте вот вернемся еще к новому вопросу. А зачем нам столько синонимов? Вот зачем нам вот для дабла, дабл, рил, дабл пресижн. Что же нельзя было даблом органичиться? На самом деле все просто. Если вы вспомните цитату Мартина Фаулера, которую мы сегодня вам упоминали, да, это разные представления языка SQL, чтобы вот сохранить возможность этого переноса и сохранить представление, как в других языках, то есть это вот просто пришло из других баз данных. То есть просто было сохранено для сохранения зависимости. То есть если вы там возьмете, я не знаю, где используется real, допустим, но если вы возьмете ту базу данных и попытаетесь ее использовать в MySQL, она спокойно прочитает. Вам не придется искать все real там и заменять их на дабл. И теперь вернемся все-таки к decimal. У него такая вот интересная особенность, повышенная точность в зависимости от параметра. Как вы думаете, что это? Ну, в принципе, можно догадаться, что вот M — это мантиса, то есть это количество символов, которые мы будем хранить, D — это количество знаков после запятой, как и здесь, собственно, это вот это для приведения, это количество до запятой, количество после запятой максимальное. Ну, то есть оптимальное, которое мы попытаемся выводить, и остальное добивать пробелами. Вот, а M в данном случае — это то количество знаков. Нет, вру, наверное, да, это все-таки мантиса. Вот, и плюс 2 байт, соответственно, хранение экспонента. То есть вот здесь вот у вас хранится максимальное количество символов, которые вы планируете использовать для записи числа. Если вы используете, допустим, здесь напишите 10, то занимаемый объем будет 12 байт. Почему? Ну, то есть очевидно, а что, если 10, а что бы нам не хранить вот здесь? Ну, потому что здесь очень важно... На самом деле, во-первых, важная особенность, как хранятся числа в системах. Ведь нельзя же число с плавающей точкой сохранить до бесконечного знака. И это округляется. И может так получиться, что это округление в итоге окажется неточным. Вы поделили, умножили, и получится неправильный ответ после этого. То есть там... Ну, вот такие бывают, я думаю, мы с такими вещами встречались. Допустим, да, если вы делите там 1 на 2, это может быть не 0,5, а 0,4 и 9 в периоде. Только из-за того, что таково представление в системе. И вот DECIML используется для бухгалтерских систем. В нем очень важна точность. То есть если вы указали, что вот вы храните 4 знака после запятой, будут храниться только 4 знака после запятой. Но первая часть может быть неограничить длины, которые вы укажете. Вот. Ну, соответственно, вся длина. Ну и, соответственно, как вы можете догадаться, так как записано здесь плюс 2 байта, то вот экспонента, которая хранится, она может достигать максимально 65 тысяч. Нет, наверное, меньше. Потому что может быть отрицательная положительность, значит, от минус 32 до плюс 32 тысяч. Соответственно, вот DECIML используется для хранения однозначных точных данных, для которых важна максимальная точность. Ну и, конечно, у него очень большие ограничения по используемой памяти. Далее очень простые два типа. Это bit и boolean. Начнем с boolean. Боолен самый простой, хранит флаг. Очень похож на tiniint, правда? На самом деле это и есть tiniint. Это аляс для tiniint. Просто вот он делает то же самое, что и tiniint. Ну и bit тоже довольно простой. Вы можете указать размерность в битах. И вот, как вы видите, его размер m плюс 7 делить на 8 байт. Почему так? Ну почему не 1 байт? Ну потому что 1 байт вы не сможете отобрать в систему. Вот. И просто записать в 1 байт. Вам все равно придется записывать до бит, и это позволит вам вот эту вот запись. То есть ее нужно округлять в меньшую сторону. То есть если у вас 1 байт, то есть если вы укажете 1, то у вас это займет ровно... А, 1 бит. Да, 1 байт. Если у вас вы укажете 1 бит, то плюс 7 у вас будет делить на 8, у вас будет единица, вы займете 1 байт. Соответственно, и так далее, вы все равно будете занимать 1 байт до тех пор, пока не дойдете до 9. То есть она будет стремиться вас ограничить байтами. Вот, с бинарными типами, думаю, здесь все понятно. Не знаю, я не видел, чтобы кто-нибудь использовал бит, наверное. Наверное, такое есть, но как-то очень редко. В основном используется boolean, и даже boolean практически никто не пишет. Все так привыкли к tini int, и все знают, что это алиас. Все пишут tini int, tini int, и в скобочку указывают единицу. Это не значит, что там значение от минус 9 до 9. Это значит, что там 0, 1. Все. То есть вы увидели tini int, 1, и это значит, что люди ожидают, что это флаг. Чаще всего, конечно, там можно хранить значение. Нужно хранить значение. Можно хранить значение от минус 127 до 128. Нужно хранить значение, так как вы указали единицы от 0 до 9, потому что минус – это уже два знака. Но, скорее всего, там 0, 1. У нас такие вот строковые типы, их много. Самый простой – это чар. Соответственно, выделяется память размером m. Ну и особенность чара – то, что если вы используете чар, то вы займете именно столько места, сколько написали. Если вы используете чар 4, то все будет записано нулями. Ну, слэш 0 вот этими вот с сишными пустыми нулями. И это очень важная особенность. Чем он отличается от varchar? Ну, какая разница? Давайте использовать varchar. Ну, собственно, то же самое. Ну, вот, да, length плюс 1. То есть вот здесь, наверное, все-таки… А, да, здесь length, здесь не m. То есть вы varchar можете организовать, как там, допустим, 255 – самое популярное число, так как, не знаю, всеми так принято, но на самом деле мало на что влияет. Ну, и займет он длину вашего поля, которую вы реально запишете, плюс 1. Соответственно, 1 – это счетчик, указывающий на длину. Наверное, вот поэтому и был 255. Наверное, может быть, здесь даже ошибка, потому что для того, что… есть отдельные значения, которые хранят длину. Раньше было ограничение на varchar 255, поэтому вот здесь, наверное, осталась вторая информация плюс 1. Соответственно, здесь будет не плюс 1, а плюс тот размер, в котором умещается максимальная длина вашего varchar. Скорее всего, это будет какой-нибудь small in, там, 2 байта, может быть, даже 3 байта. Скорее всего, 2, там, в 3 уже. Вряд ли вы такие varchar будете использовать. Так почему бы нам не всегда использовать varchar? Зачем нам varchar нужен? Вот мы говорим, мы здесь будем писать 4 символа. Ну, какая нам разница? Ну, не 4, мы там будем писать то 3, то 4. Ну, пускай это нулями забивается, ну или не забивается. Ну, иногда есть фиксированные строки. Ну, ну и что? Ну, вот varchar используем, пишем их фиксированные строки. Какая нам разница? Ну, потеряем этот 1 байт. Ну, допустим, фиксим. Особенность тут такая. Смотрите, когда вы храните строку, и когда все ее атрибуты имеют заранее определенный размер, вы точно знаете длину строки. И для того, чтобы перейти к следующей строки, вам просто нужно сделать сдвиг. Просто, ну, просто по памяти сдвиг на N. И это моментально прекрасно. Давайте пропустим 50 строк. Легко. Длина 20, 50 на 20, 1000, 1000 байт сдвиг, все. Моментальный переход к следующей строке. Выбрать 50 строк. Выбрали 1000 байт. Вот они. Все. Больше ничего не нужно. И для этого, и даже в базе данных есть такой параметр у таблицы фиксит. То есть у нее фиксированный размер. Есть динамик, динамический, динамик, и фиксит. То есть фиксированный. Поэтому вот это вот очень важно. Если вы хотите добиться, чтобы у вас таблица была, ну, записи были именно фиксированные, чтобы работать с ним было немножко быстрее, можно использовать чарт. Но опять же там чарт 255 не стоит использовать, потому что и писать туда строки длиной 2, потому что, ну, это вот, вот это уже реально странный расход памяти. То есть если это оправдано, используйте чар. Если не оправдано, не используйте. Далее идут tiny text и tiny blob. Ну, вот это, наверное, была еще одна из причин, почему появились, почему появился ворчар, потому что он, ну, в отличие от того же текста. Что-то я потерял мысль. Ладно, давайте посмотрим на tiny blob, tiny text. Собственно, здесь понятно, какой размер они могут хранить. И, собственно, чем больше размер максимальный, тем больше счетчик, который определяет текущую длину. Ну, и, соответственно, вот он доходит до 4. Ну, и long blob, long text, это какое-то там 2 в 32. Да, это в 32 так немножко слезло. 2 в 32 это какое-то колоссальное количество текста. Ну, вот все по умолчанию используют текст, если не используют ворчар. Но текст, это получается, по-моему, 65 тысяч, 2 в 16. Вот. И, да, у меня были случаи, когда не вмещались в текст. Вот. Ну, была система размещения контента на сайте. Написали очень большую статью, просто гигантскую. И она просто не вместилась. Причем-то она как-то странно себя ведет. Она обрезалась на половине, там, ломались слова. И никто долгое время не мог понять, что это такое. Сохраняют статью, вроде все-все долго работало. Тут сохраняют статью, пол статьи там ломается, выводится какой-то странный текст. Вообще непонятно, что происходит. Вот потом поняли, что все-таки мы не уместились. Далее идут два очень интересных типа. Янум. Собственно, это... Что-то как-то... Да. А что у нас время? Все? Какое безобразие. А, в 20.45 оно включается, да? То есть 15 минут я должен по доброй воле выступать. В смысле, ну, со своими возможностями. Я тогда буду слайды печатать и самостоятельно показывать. Ладно. Тогда сейчас более-менее коротко. Собственно, Яну. Это объем один или два байта. 65500 тысяч шесть элементов в нем может быть. Ну, соответственно, если вы понимаете, что там 65500 тысяч шесть элементов, то это максимум 2 байта. Вот. И теперь давайте посмотрим, почему так. Что вообще, что нам дает Янум? Янум это одно из значений из перечисления. То есть в качестве Янума вы можете указать огромное количество значений. И это поле, ну, то есть от 1 до 65 значений вы можете указать там, не знаю, все возможные имена, какие только могут быть. И в качестве имени потом использовать Янум. Вы просто используете Янум, указываете ему конкретное имя, и поле будет храниться там, поле будет занимать 2 байта, потому что там будет храниться только идентификатор вот и вашего большого массива имен. То есть конкретный идентификатор. Вы говорите там, вот это имя 58, Василий, и все. В Януме хранится 2 байта, больше вам ничего не нужно. Такое маленькое поле. Ну, конечно, использовать это для имен довольно странно. Очень часто Янум используют для более понятного представления. Многие используют его для хранения пола. Мужской, женский. Там MF, там MG пишут туда и все. То есть он также представляется как 1.0 в базе данных, то есть занимает тот же 1 байт, но в то же время вам позволяет хранить, собственно, более подробную информацию. Вы знаете, что это M, G. И потом, знаете, как бывает, вот тот же справочник полов там, MG. И вроде как 0.1. А вот теперь угадайте, кто M, кто G. Ну, вот, да, можно, конечно, строить предположения, основываясь на разных догадках. Да, ну там, или 1-2. Ну, вот кто из них, кто, кто из них, M, кто G. Как это угадать? А когда у вас конкретно F и M, то есть логически, конечно, используете там английские обозначения, female, male. Прямо так и пишете female, male. Все. Это займет, конечно, где-то вот эти два слова в памяти, где-то будут лежать, но они не будут принадлежать каждому квартежу. В квартеже будет только один-два идентификатор, и все. Ну и следующее поле set. Соответственно, set отличается тем, что это перечисление. В нем также вы заранее определяете списки значений. Храниться будут только конкретные поля, которые вы укажете. Но set – это множество. То есть в set вы можете… То есть человек может быть и мужчина, и женщина в set. Если вы указали set – мужчина, и женщина, у человека может быть флаг как у мужчины, так и у женщины. Может быть флаг только у одного или у другого. То есть, ну, допустим, вы можете set… Не знаю, решили вы в базе данных решать судоку. И вот у вас уже некоторые поля заполнены. Вы знаете, так, здесь у меня стоит девятка. Значит, здесь девятки не может быть. Вот у вас раньше здесь был какой-то ячейки, которая пустая. У вас там было множество. Один, два, три, четыре, пять, девять. Теперь вы из него девятку выключили. Вот там осталось множество. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну и так далее. Соответственно, множество. Там может быть любое количество значений, которые заранее вами были определены. Ну и максимально 64 элемента. 64 элемента – это сколько максимум памяти мы можем занять? Как вы думаете? У нас set, в котором хранятся флаги. Если, ну, у нас множество, какое-то заранее определенное. У нас 64 элемента, там может максимум храниться. Соответственно, каждый элемент может быть, может не быть. Восемь байт, конечно. Ну, конечно, set постарается по умолчанию взять как можно меньше. То есть, если у вас там два значения, он возьмет там один байт. Ну что ж, чуть-чуть нам не дали договорить. Ну ладно, про время мы поговорим на следующих лекциях. Пока вы можете в своих домашних работах использовать любую. Итак, коротко о домашнем задании. Домашнее задание такое будет чуть-чуть поинтереснее, посложнее, чем у прошлого года. Мне показалось, что прошлый год так немножко расслабился на домашних заданиях. Поэтому, да, предлагаю вам собраться и немножко подумать. В этот раз на домашнее задание у нас уходят нормальные формы. Нормальных форм теперь 6. Тот, кто слышал, что их 4, вас обманули. Я тоже слышал, что их 4. Почему-то нет. На самом деле, когда я учился, было 4. Вот я точно помню, нас учили 4. Вот сейчас по всем учебникам их 6. Откуда-то появились еще 2. Вроде похожи, такие нормальные формы, вроде похожи на правду. А еще там существует нормальная форма бойса кода от расширения третьей нормальной формы. Итого у вас получается 7 нормальных форм. Я рекомендую вам их изучить. Мы их обязательно пообсуждаем. Посмотрим примеры. Будет интересно, если вы сами примеры приведете. Мы сделаем такую интересную, наверное, интересную вещь, как будем кого-нибудь приглашать. Он будет нам рассказывать про какую-нибудь нормальную форму. Поэтому все должны быть готовы. Но это не повод не приходить на следующий семинар. Потому что там вдруг меня спросят про третий нормальную форму. Нет. Или форму бойса кода. О, господи. Да, двойка я не буду ставить. Не волнуйтесь. То есть, если вы скажете, знаете, мне кажется, я не понял это. Я на вас не обижусь. Лучше просто прийти и сказать, ну, не допонял, не успел, не смог. Хорошо, если вы допоймете, успеете и сможете. Но если так получится, ну, ничего страшного. Вот. В общем, разобраться со всеми нормальными формами действительно много. Они сложноватые. Ну, вот. Просто не хотелось их рассказывать на лекции, потому что я сейчас могу по ним пробежаться, там, рассказать, показать пару примеров и все. И на этом мы закончим. И вы уйдете все такие, нормальные формы. Господи. Вот. Поэтому я даю вам немножко больше времени, чтобы на ними подумать. Потому что на ними реально надо подумать. Ну, так вот в формате лекции, там, нормальная форма, там, первая, там. Картеж обладает, там, картеж атомарен, потому что, ну, там, атрибут, каждый атрибут должен быть атомарен и так далее. Такие очень заумные правила. Их тоже я не буду наизусть спрашивать в экзамене, потому что это страшные вещи. Но они вам пригодятся, когда вы начнете проектировать свою систему. Это вторая часть домашнего задания. В каждой группе. Все-таки нормальные формы, прошу, не по группам учить. Так, отвечает первая группа. О, Серега, ты третий учил. Вот, да. Вот, поэтому, да, рекомендую вам все-таки всем нормальные формы все изучить. Вторая часть домашнего задания, она по группам. Вам нужно подготовить вашу схему, базу данных. Проект вы придумываете самостоятельно. Любой проект, который вы хотите. Может быть, проект, который у вас уже есть. Хотя, который реально, взять готовую базу данных, это не очень интересно. Нам с вами будет скучно. А проект, который, может быть, у вас есть мечта. Мы вот сейчас в ходе лаборатории работы реализуем. В прошлом году ребята реализовывали какую-то библиотеку. Им хотелось автоматизировать библиотеку. Вот, интересный проект. Но у проекта должна быть важная особенность. Несколько важных особенностей. У нее должно быть минимум 8 сущностей. То есть 8 сущностей это минимум, там, если вы принесете там 3 сущности, там, допустим, вы решите повторить мой успех в форумах, создадите форум, топик и комментарий, все, у вас больше ничего нет, система закончена. Я вам придумаю еще десяток. Вот, поэтому рекомендую вам сразу самим придумать себе 8 сущностей. И, ну, скорее всего, у вас какая-то будет основная таблица. Ну, такая вот. Она обычно появляется такая вот, когда вы начинаете, там, она такая всеобъемлющая. Вот, очень хочется, чтобы эта таблица имела минимум миллион записей. То есть вы так спланировали, что вот эта таблица будет минимум миллион записей. В будущем мы ее будем заполнять данными случайным образом. Вы там пишете скрипты, которые будут ее заполнять. Вот, ну, пока просто спроектировать вашу систему. Ну, помня о том, что какая-то таблица у вас будет иметь миллион записей. 8 сущностей, таблица, домашнее задание, нормальные формы. Вроде ничего не забыл. Наверное, все, если нет вопросов. Все свободно. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»